Видеоигры — это, пожалуй, единственная возможность примерить на себя личину в заправду крутого и непобедимого героя. Однако, как это ни парадоксально, некоторые игры предпочитают наказывать геймеров за проявление чрезмерной крутости. И, кстати, привет! С вами Айвори! Диалоги игр Dishonored предоставляют пользователю гибкую боевую систему, освоив тонкости кои можно вытворять воистину завораживающие и смертоносные фокусы. Умелое и своевременное комбинирование различных способностей, оружия и дополнительных приспособлений превращает рутинные схватки в филигранно выверенный танец смерти. Но, несмотря на столь разнообразную боевку, так и подталкивающую игрока к выполнению эффектных убийств, использовать ее отнюдь небезопасно. Ведь в игре предусмотрено суровое наказание за чрезмерную жестокость. Чем больше болванчиков ты прикончишь в ходе прохождения, тем больше крыс и зараженных в городе получишь. К тому же, слишком частое понтовство убийственным скиллом приведет в итоге к неминуемому плохому финалу. В общем, Dishonored дает массу инструментов для того, чтобы почувствовать себя стремительным антигероем с кучей сверхспособностей. Но при этом значительно ограничивает веселье, как минимум для ценителей хэппи-эндов. В прологе Breath of Fire Dragon Quarter офигевающему от происходящего эпика игроку во всей красе демонстрирует мощь и крутость драконьей формы главного героя Рю. И, казалось бы, сам бог велел как можно чаще применять драконьи обилки, дабы в полной мере раскрыть убийственный потенциал героя. Но, как всегда, не обошлось без нюанса. Разработчики добавили в игру неприятную механику, отслеживающую, насколько часто пользователь прибегает к сверхчеловеческим фокусам, понтов ради и победы для. По мере абьюза запретных умений на экране неумолимо заполняется счётчик. Достигнув 100%, герой вместо того, чтобы принять форму древнего ящера, плюс скастовать ульту, попросту погибнет. Но не расстраивайся, ближе к финалу игра всё-таки ослабит хватку и позволит тебе вдоволь попонтоваться, безнаказанно перевоплощаясь в могучее огнедыщащее чудовище. Но до тех пор будь любезен умерить аппетиты и сражаться куда менее зрелищными подручными средствами. Показатель крутости игрока Weldon Ring определяется в первую очередь пресловутым скиллом, то есть способностью размотать абсолютно любого босса благодаря совокупности факторов. Генетической одарённости, ядерной реакции плюс вагону свободного времени, то бишь ноу-лайфу. Нормисы, не наделённые данными благами, идут по более доступному пути нагибания игровой нечисти, а конкретно гринду. Старая, добрая, репетативная зачистка мобов даст необходимые ресурсы для прокачки скиллов, брони и оружия, тем самым рано или поздно превратив твое альтер-эго в несокрушимую машину для убийства. Тем не менее, во всём нужно знать меру, и тем более в прокачке, ведь её ударик не побрезгает наказать неосторожного качка-дурачка. Одним из здешних боссов является ложная слеза. По своей сути это мимик, доппельгангер, полностью копирующий персонажа. Смекаешь, к чему я веду? Верно. Чем больше ты вложишь в прокачку брони, оружия и статов виртуального подопечного в слепой гонке за крутостью и мощью, тем сложнее тебе будет одолеть двойника. Причём ложная слеза, а кикакаши из нарудки филигранно копирует все атрибуты, начиная от статов и заканчивая бронёй. Посему настоятельно рекомендуется принимать бой либо слабо раскачанным болванчиком, либо снимать сейчас на нажитое имущество перед тем, как выяснять, кто же босс качалки. Ведь в данном случае понты ничто, победа – всё. Эхо – это уникальная инди-стелс-игрушка, выпущенная ныне почившей студией Ультра Ультра в 2017 году. Об игре Эхо помнят разве что её создатели да пара ноунейм-ютуберов, одним из которых является ваш покорный слуга. Несмотря на катастрофический провал и забвение, Эхо обладает одной интересной механикой. В прологе главная героиня игры Энн просыпается от креосна на борту космического корабля. Местный искусственный интеллект рассказывает девушке о том, что она чилила в царстве грёз более сотни лет, и теперь ей нужно найти некий мифический дворец, способный воскрешать мёртвых. Основное действие игры проходит внутри стен ранее упомянутого помещения. Кор-геймплей Эхо сводится к выполнению определённых заданий и переигрыванию собственных, внимание, самообучающихся клонов. Для ясности поясню. Во время первого условного раунда клоны героини запоминают все трюки, которые игрок применяет против них. Использовал шорткат посредством стильного перепрыгивания перил? Будь уверен, доппельгангеры запомнят столь крутой мув и непременно используют против тебя в следующий раз. И так абсолютно со всеми твоими действиями. Иными словами, чем круче, скилове, умнее и изобретательней пользователь души двойников, тем сложнее ему в дальнейшем будет обыграть быстро обучающийся искусственный интеллект. Превышать скорость в реальной жизни это не круто, и тем более небезопасно как для водителя, так и для окружающих. Однако в играх свободная езда без ограничений правил доставляет массу удовольствия. К примеру, игры серии GTA никак не ограничивают любителей скоростных покатушек, предоставляя геймерам возможность гонять Аки тот парень, что не умер в конце фильма. К сожалению, в Мафии, одной из моих любимых игр, закосплеить нелегального гонщика едва ли получится, так как местные копы, ну, чрезвычайно суровы. Любое, даже самое незначительное лихачество не останется без внимания хранителей правопорядка и моментально покарается штрафом. Местные копы настолько бдительны и беспощадны, что в игре предусмотрена функция автоматического ограничения скорости, дабы пользователь мог хоть немного расслабиться и полюбоваться видами города, вместо того, чтобы перманентно мониторить спидометр. На протяжении первой части Shenmue и частично второй, игроку вдалбливают в голову простую мысль. Для того, чтобы быть крутым бойцом, достаточно вовремя прожимать всплывающие кутые, а дальше Рё, он же протагонист серии, сделает всё остальное, технично раскидав статистов. Но в определённый момент закреплённая привычка сыграть с тобой злую шутку. В ходе сюжета Shenmue 2 Рё предстоит наведаться в парикмахерскую, дабы убедить здешнего барбера обучать его боевым искусствам. Да-да, не удивляйтесь, в данной игре даже дворники являются бывшими мастерами кунг-фу. В процессе импровизированного обучения потенциальный сенсей рассказывает нам о важности спокойствия. Мол, в любой, даже самой паттовой ситуации нужно сохранять ход на крови, после чего внезапно приставляет опасную бритву к шее героя. И тут ебстественно выдрессированный игрок моментально жмякнет на всплывающую кнопку, ведь ранее его учили, что... Нажми на кнопку, получишь раз и так. Но не в этот раз. Вместо техничного захвата руки и дальнейшего обезоруживания барбера, Рё провалит испытание и будет вынужден с позором возвращаться во своясе. И только спустя ночь попытку можно будет повторить вновь. В Metal Gear Solid V The Phantom Pain ты априори крут, ибо находишься в шкуре лучшего бойца в мире Биг Босса, пускай и слегка не настоящего. Однако нет предела совершенства, так как игрок волен отточить свои боевые навыки до высочайшего уровня, ставя метки и хедшоты, плюс не давая противникам обнаружить своё присутствие. В общем, освоить и использовать все доступные механики по максимуму. Но даже не надейся, что твоё блистательное мастерство останется безнаказанным, так как в пятёрке есть уникальная система прогрессии сложности. То есть, если ты скилловый геймер, часто ставящий хедшоты, то через какое-то время болванчики обзаведутся прочными касками. Стреляешь в тело, вот тебе бронежилеты, аки Бэтмен сливаешься с тенями, предпочитая атаковать врагов втихую, получи и распишись прожектора, камеры видеонаблюдения и мины ловушки в придачу. Уловил мысль? Чем круче ты играешь, тем сложнее тебе жить. Так что отбрось понты и лажай, как на первом свидании. За это тебе мало того, что уровень сложности понизят, так ещё и милую шапочку подарят. Одни плюсы. Пролог Final Fantasy 3 открывает битву с непобедимым драконом Богомутом, причём буквально. Разработчики нарочито создали Богомута запредельно сильным, дабы игроки слили катку и сразились с крылатым чудищем позже по сюжету. Но, как это водится, среди гейм-комьюникс и бесконечной фантазии нашлись скилловые задроты, сумевшие таки одолеть монстра вопреки всем стараниям игроделов, что несомненно круто, но бессмысленно и к тому же наказуемо. Дело в том, что убийство Богомута на старте приводит к тому, что последующая встреча с чешуйчатым по понятным причинам не состоится. А значит, огнедышащий не сможет стать суммоном игрока, ибо это происходит только после второй конфронтации. Как итог, понты собственным скиллом приводят лишь к потере одного из самых сильных суммонов игры. Основным скиллом в серии файтингов Smash Bros, отличающим крутого игрока от нуба, было умение совершать грамотные дэши для молниеносного сокращения расстояния. Мастерское владение данным трюком давало неоспоримое преимущество перед менее умелым соперником, и дабы уравновесить шансы, я полагаю. Nintendo добавили Super Smash Bros. Brawl механику спотыкания. То есть, игрок, всякий раз выполняя дэш, имел однопроцентный шанс споткнуться на ровном месте, плюс застанется, таким образом даря противнику временное доминирование. Данная фича показалась геймером крайне несправедливой, и в дальнейшие игры франшизы она, понятное дело, не попала. Помнишь офигенный мультсериал? Радиоактивные люди! Как же я обожал здешнего Росомаху! Харизматичный, брутальный, агрессивный, бескомпромиссный и жестокий, правда лишь по отношению к роботам. К несчастью, у сериала был детский рейтинг, и подобное ограничение накладывало вето на использование когтей против людей и мутантов. Это я к чему, в игре Росомаха 1991 года было, похоже, раздражающее ограничение. Разработчики, зная, что самой крутой и отличительной фишкой героя являются когти, зачем-то ввели наказание за их использование. Я имею в виду, что всякий раз, пуская в дело стальной маникюр, Росомаха получал ощутимый урон, обязывая тем самым игрока сражаться голыми кулаками. Если, конечно, он не хочет отправить мутантов в Альгау раньше времени. Знаю, знаю, что в комиксах упоминалось, что Логану больно во время активации когтей. Но благодаря нечеловеческой регенерации он не мог умереть от столь незначительной кровопотери. А вот Нессовская итерация оружия Икс ещё как может. Получается, игроделы умышленно заставили нас отыгрывать Логана девственника-пацифиста. Заранее извиняюсь за непривычные ощущения в районе олдскулов. По сюжету культовой игры Comic Zone художник Скетч Тёрнер попадает в мир собственных комиксов, на страницах коих становится заправским супергероем, без проблем побеждающим зло. Однако девелоперы из Sega умышленно ограничили крутость Тёрнера, наделив его реалистичной системой повреждений. При ударах о твёрдой поверхности герой теряет драгоценное HP, и согласись, это весьма раздражающее наказание. Игрокам настолько не зашёл неуместный реализм, что рукастые энтузиасты выпилили его к чертям, позволив игрокам вдоволь насладиться мощью протагониста. Disco Elysium это крайне гибкое и вариативное РПГ. Главный герой – аморальный полицейский алкоголик по имени Гарри. И в ходе истории сценаристы сделают всё, чтобы игрок на собственной шкуре прочувствовал, насколько Гарри безнадёжный неудачник. Ведь практически любые попытки со стороны пользователя придать данному персонажу крутости заканчиваются неудачей. Гарри абсолютно не похож на брутальных нуарных детективов из фильмов. Ну вот, к примеру. Во время драки он может нехило опиздюлиться, да что говорить. Алкаш со стажем может словить инфаркт, восседая на неудобном стуле. А скоропостижной смерти во время попытки снять собственный галстук с вентилятора я вообще молчу. Но не всё так плачевно. На самом деле, удачный исход той или иной попытки выставить Гарри в положительном свете зависит от удачи и прокачки навыков. Так что не всё потеряно. Но, как правило, твои попытки покрасоваться будут заканчиваться для героя, мягко говоря, плачевно. Гатхенд это запредельно хардкорный, бизарный, и я не побоюсь этого слова, уникальный битэмап. С глубокой, как марианская впадина, и многослойный, как бабушкин торт, боёвкой. Если ты задался целью пройти Гатхенд на сложности выше лёгкой, то хочешь не хочешь, а придётся освоить все тонкости и нюансы местной боевой системы. Иначе дальше первых уровней ты вряд ли продвинешься. Вместе с тем, в процессе прокачки собственного скилла советую не слишком-то усердствовать. Ведь, как только ты начнёшь играть слишком круто, игра быстро напомнит тебе о том, где находится твоё законное место. А вам не кажется, что ваше место возле парашей? Прикол Гатхенд заключается в динамической сложности, которая моментально подстраивается под навыки играющего, делая при этом больно, либо невыносимо больно. Всего градаций скиллозависимых под уровней сложности 4. Первый. Уровень для казуалов. Жму, что хочу, и даже иногда побеждаю. Уровень 2. Ого, оказывается, этот бездарь способен хотя бы изредка не танчить урон лицом. А значит, пора бы задать ему жару. Уровень 3. Как бы, говорит игра, видит твои старания и значительно усиливает врагов, бросая тебе ощутимый челлендж. И, наконец... Смерть. Ты настолько крут, что аж кулаки сжимаются и зубы скрипят. А посему Гатхенд решает сломать тебе ебало, дабы ты, аки маленькая девочка, плача и серя под себя, дропнул тщетные попытки и больше никогда не возвращался к играм сложнее интерактивного кинца. И я нисколечко не преувеличиваю. Быть крутым в Гатхенд это буквально синоним мазохизма. Cundown Vampires это один из лучших клонов классической линейки Resident Evil с Blackjack'ом и вампирами. Несмотря на вторичность, игрушка снискала большую популярность в наших широтах, а вот на западе осталась практически незамеченной. Будучи подростком, мне довелось не единожды пройти сие творение, причем за оба сценария. Да-да, эту резидентскую фишку создателя вампиров тоже не постеснялись подбрить. При всем при этом я и подумать не мог, что в игре присутствует наказание для крутых игроков, коим я, по-видимому, являлся. В финальном акте протагонисты обязывают одолеть трех магов, уложившись при этом в строго отведенное время, после чего предстоит победить главгада истории. Классический двухфазный босс-файт, ничего особенного. Только показав себя скилловым парнем и одолев последнюю вампирюгу, ты получишь лишь плохую концовку. Но кто бы мог подумать, что у игры в загашнике есть еще один истинный финал, для открытия коего нужно, ты никогда не догадаешься, намеренно проиграть злодею. В случае проигрыша у героя внезапно откроется второе дыхание, он мутирует в кровосысу и все равно надерет жопу крылатому вурдалаку. Вот только теперь нам покажут секретную лучшую концовку. Четвертая и пятая часть Resident Evil, помимо очевидных уровней сложности по типу Изи, Нормал, Хард, Ветеран и Профессионал, содержит в себе скрытую от глаз игрока механику динамической сложности. Работает это дело примерно так. В случае, если пользователь показывает хорошие результаты, редко умирает, метко ставит хедшоты и почти не расходует важные ресурсы, четвертая резьба автоматически усложняет геймплей, вываливая на крутого плеера удвоенное количество более умных и агрессивных врагов, уменьшая при этом общее количество патронов, разбросанных по локациям, и практически ликвидируя хилки, бросая тем самым серьезный вызов. В пятерке механика динамической сложности стала еще более запутанной и оттого суровой. Во время игры пятерочка подсчитывает скрытые очки, которые даются за правильные действия, как то меткая стрельба и ежесней. Между тем, в пятой части аж 11 отдельных подуровней сложности. И на самом последнем, доступном только мега-хороший игрокам, противники наносят урон в три раза превышающий обычный, в то время как входящий дамаг по недругам режется на бесчеловечные 88%. Вывод. Играешь в резик? Кончай выеживаться. Дольше проживешь. Каждая уважающая себя файтинг-франшиза обязана бросить решающий вызов в виде мега-сильного и, как правило, нечестного финального босса. В Mortal Kombat данную роль брал на себя могучий Шао Кан, а в Street Fighter мемный Эмбайсон. Одолеть перекачанного диктатора очень непросто, если, конечно, ты не хардкорный игрок. Впрочем, на любую силу найдется управа, и в финале Street Fighter 2 Turbo ты в этом убедишься. Докажи свою крутость, пройдя игру без использования контов, да еще и уложись в 20 минут, и тогда место Байсона займет сильнейший боец серии Акума, который с удовольствием и особым пристрастием продемонстрирует, насколько жалок и незначителен твой геймерский скилл. И это не пустые слова, ведь Акума изначально задумывался авторами, как наказание для слишком умелых игроков. Scarlet Nexus — это увлекательное JRPG-приключение в киберпанк-сеттинге. В ходе игры тебе предстоит взять под контроль несколько отрядов бойцов, наделенных различными сверхспособностями. Тут тебе и телекинез, и невидимость, и пирокинез, и суперскорость. Короче, полный набор. Марвел обзавидуется. Вместе с тем, самой имбовой цыганской магией однозначно является так называемое мыслеполе. Иными словами, ульта, которая появляется у протагониста по сюжету. Внутри мыслеполе игрок становится заправским гигачадом, карающим все живое. Однако у столь крутого скилла есть неприятное ограничение. Увлекшись демонстрацией собственной пиздатости, игрок рискует примерить деревянный макинтош аккурат во время боя. Дело в том, что после активации поля в уголочке экрана начинает тикать 40-секундный таймер, про который очень легко забыть в полубое, особенно учитывая количество объектов, то и дело кружащих по экрану, утопающему в вырвиглазном кислотном неоне. Короче, понтуйся, но про часики не забывай. Возможность бегать в играх – это далеко не самая крутая способность. Тем не менее, бег значительно экономит реальное время игрока. А вот это уже круто! Помнишь мемную милипиздрическую выносливость Костеланоса и злого вазелина? Так вот, поиграв Lunar Dragon Song для Nintendo DS, ты поймешь, что зря наговаривал на горе детектива. Трудно поверить, но в Dragon Song есть неуместная механика наказания за бег. За каждую секунду побегушек персонажи теряют несколько единиц здоровья, которое не восполняется после прекращения движения. Конечно, можно предположить, что так разработчики пытались наказать спидраннеров, убегающих от противников, но при этом здоровье у персонажей по какой-то непонятной причине отнимается и в мирных локациях, что попросту нелогично. Получается, если хочешь быть крутым и стремительным игроком, знающим цену собственному времени, будь любезен таскать с собой огромную сумку с хилками. Пылесойся масштабную карту Cyberpunk 2077, ты рано или поздно наткнешься на квест, в ходе которого главный герой Ви получит свое распоряжение умный и своенравный пистолет по кличке Скиппи. Перед началом работы смышленый огнестрел поинтересуется, какой режим огня ты и предпочтешь. Пацифизм и щеночки, он же нелетальная стрельба по коленным чашечкам, или же хладнокровный убийца, то бишь все пули автоматически летят строго в темечко. Естественно, большинство игроков при первом прохождении выбирает убийцу, ибо, во-первых, резня это круто, а во-вторых, в Найт-Сити нет места гуманности. К несчастью, данное решение приведет к неминуемому наказанию. Спустя 50 убиенных неписей Скиппи принудительно переключится в нелетальный режим, заодно осудив твою кровожадность. Почему я не могу убить Коли 50 человек? Ответ, Чумба, ты совсем ёбнутый. Сходи к мозгоправу, обей колесики. Быть может, ты не знал, сейчас разомнёй олдскулы. Нимфа Спит Андеграунд не стесняется наказывать красующихся игроков, причем довольно нечестными методами. Обычно Андеграунд использует два способа усмирения геймерских амбиций. Первый. Чем больше ты прокачиваешь свою тачку в тщетной попытке создать запредельно крутое ведро, тем быстрее начинают ехать противники, превращая твои потуги в разочаровывающее ничто. И второй. Своеобразный аналог динамической сложности, про которую я ранее рассказывал. В случае, если ты слишком быстро и легко обгоняешь соперников, игра моментально ускорит отстающих оппонентов. В итоге, дабы лишний раз не напрягаться, бывалые игроки рекомендуют не улучшать тачки от слова «совсем». Это значительно снизит визуальную крутость, зато ощутимо упростит игровой процесс. В культовой экшен-рпджи Вагран Стори присутствует уникальная механика риска. Работает она следующим образом. Главный герой способен совершать цепочку комбо-ударов с различными эффектами. И тут, как в каком-нибудь файтинге, чем длиннее и разнообразнее серия ударов получится, тем круче ты играешь. Между тем, у столь впечатляющего стиля игры есть вполне ощутимые последствия. Чем дольше и продолжительней протагонист атакует, тем больше растет шкала риска, которая мало того, что обнуляет шанс уклонения от атак противника, так еще и значительно снижает твою защиту. Так что крутость Вагран Стори несет с собой определенные риски. В первой части видео я сетовал на лютость копов из мафии. Мол, из-за их бдительности просто невозможно стать крутым нелегальным гонщиком. Посему вместо лихачества приходится ездить со скоростью черепахи, соблюдая правила дорожного движения. Однако игрушка The Gateway, вышедшая немногим позже оригинальной мафии, пошла еще дальше, сделав местных хранителей правопорядка заправскими беспредельщиками. Кроме шуток, в The Gateway нарушение дорожных заповедей карается не штрафом, а самой настоящей смертельной казнью. Здешние копы найдут и достанут из-под земли всякого игрока, посмевшего превысить скорость, после чего по заветам великого вождя расстреляют на месте, без суда и следствия. Valve в своем легендарном шутере Left 4 Dead крайне необычно и креативно реализовали систему динамической сложности. На протяжении игрового процесса количество патронов, аптечек, монстров и ежесними регулирует искусственный интеллект, режиссер. И нетрудно догадаться, что чем круче игроки справляются с поставленной задачей, тем сложнее становится игра. Легчайше отбились от зомби, потратив минимум аптечек и патронов? Получите и распишитесь огромную орду гниушников, а также нарочитую нехватку ресурсов на карте. В итоге, чем лучше ты будешь играть, тем больше усилий приложит режиссер, дабы создать достойный челлендж. Или же попросту прикончить тебя. В игровой серии НИР с авторством эксцентричного геймдизайнера Йоку Таро множество приколов, наказывающих игрока за праздное любопытство. Тритагонист НИР Репликант Девушка по имени Кайне по сюжету является интеркексуальной. Грубо говоря... Девушка с сюрпризом. И, конечно же, любому адекватному геймеру страсть, как хочется заглянуть за крома родины, дабы получше рассмотреть её богатство. Однако, если красавица Android 2B из НИР автомата просто отталкивает виртуальное око игрока, не давая насладиться упругими филейными выпуклостями, Кайне, подобной терпимостью, похвастаться не может. Аккурат после первой попытки рассмотреть всё, что скрыто, воительница садит хорни игрока крепким ударом в челюсть. Дальнейшие домогательства приведут к неминуемой и болезненной смерти. В НИР автомата любопытную Варвару не единожды лишали носа. Например, в случае, если пытливый игрок интереса ради вытащить дефолтную операционную систему из подопечных андроидов, это приведёт к моментальному гейм-оверу. Помимо этого, в игре есть чёткое предупреждение о том, что киборги по какой-то непонятной причине не могут есть самую обычную скумбрию. При употреблении рыбки внутренние жидкости андроидов превращаются в желешку, что приводит к летальному исходу. Тем не менее, будем честны, кто в силах удержаться от соблазна и не накормить протагониста рыбкой? Проверял, что будет? Признавайся. Лично я моментально угостил тубишку и... предсказуемо отправил её в загробный Кибертрон. Но, судя по посмертным данным, ей было очень вкусно, так что не так обидно. И всё-таки Йокотаро, как никто другой, умеет обламывать дотошных игроков. Разработчики игр имеют в запасе несколько излюбленных методов наказать любопытного игрока. Двери, которые не стоит открывать, кнопки, что не стоит нажимать, помещения, в которые не стоит заходить, и, конечно же, предметы, которые ни при каких обстоятельствах не стоит брать в виртуальные ладоши. В ходе сюжета Silent Hill 4 Генри Таунсенд на время покинет комнату, ставшую тюрьмой, и посетит отель Южный Эшфилд, где встретит виновника торжества, маньяка Уолтера Салливана. Тот мирно косплеет Дед Инсайда, грустно выседая на ступеньках Холла, предлагая при этом Генри Куклу, некогда подаренную ему Айлин Гелвин, ныне соседкой героя. И, учитывая, что до этого абсолютно все обитатели здешних миров пытались убить или скушать протагониста, столь милый и щедрый жест волей-неволей разжигает любопытство. А что будет, если я её возьму? Может быть, она нужна для решения дальнейших загадок? Или она как-то пригодится для спасения Айлин? Однако бойся душегубов дары приносящих. Взяв тряпичную куклу и принеся её домой, пытливый игрок обречёт себя на сожительство с живой стеной, состоящей из криповых кричащих младенцев. И мало того, что на изгнание придётся потратить драгоценные свечи, так ещё и дизайн комнаты окончательно пошёл псу под хвост. События на Сферату разворачиваются в 19 веке. Семья аристократов Кроу в компании близких друзей отправляется в родовое гнёздышко графа Дракулы, дабы обвенчать старшую дочурку Ребекку Кроу с графским отпрыском, по-видимому, алукардом. Но веселье закончилось, так и не успев начаться. Внезапно гости становятся пленниками пресловутого кровососа, а последнему члену семейства Кроу Джеку, по оказе опоздавшему на вечеринку, предстоит вызволять родственников из лап нечистой силы. Геймплей на Сферату является сувайвал-хоррором, с интересной для 2003 года фичей, а конкретно с рандомной генерацией комнат, весьма масштабного и витиеватого замка. В графских развалинах есть что поисследовать и есть что поискать, однако не стоит увлекаться, ведь чем больше времени игрок тратит на обшаривание секретов и потаённых уголков, тем больше членов семейства Кроу отправится к праотцам. Время – главный враг Джека. Это вам не ведьмак, в котором можно отложить спасение Цири на пару сотен партеечек в гвинт. Тут каждая секунда на счету, так что настоятельно рекомендую приберечь нездоровое любопытство для более дружелюбных сувайвал-хорроров. Orcs and Delves – это ролевая игра от первого лица, разработанная ID Software в 2007 году, специально для портативной консоли Nintendo DS. Действие игры происходит внутри огромного замка, с кучей секретных комнат, доверху забитых редким оружием, экипировкой и прочими полезными айтемами. Однако, предаваясь бездумному исследованию бесчисленных комнат, не стоит забывать о безопасности, ведь кругом полно ловушек, в том числе рассчитанных на особо любопытных игроков. В прологе игры, прочесывая лабиринтоподобные коридоры, можно наткнуться на свиток с предостерегающей надписью «Опасайся жадности». Рядом располагается дверь, а за ней сокровищница, заполненная сундуками с богатствами. Естественно, игрок, обуреваемый жадностью, слэш-любопытством, зайдёт внутрь, после чего осознает, что попал в самую настоящую ловушку. Вместилища несметных богатств моментально превратятся в зубастых монстров, способных убить героя за пару укусов. Ага, похоже, что у меня конец. Раз уж я вспомнил о хищных сундуках из игры Orcs and Elves, грех не упомянуть печально известных мимиков из франшизы Dark Souls. Мимики — это монстры, с пасти усеянной острыми зубами, умело маскирующиеся под сундук сокровищами. В столь непростой игре, как тёмные души, доспехи, оружие, а также иные расходники, являются жизненно необходимыми вещами. А посему игроку приходится исследовать каждый уголок в поисках сундуков, таящих в себе вожделенные ништяки. Найдя очередную кубышку, любопытный исследователь рискует нарваться на мимика, который, скорее всего, упокоит бедолагу. Конечно же, есть рабочий способ отличить зубастика от деревянного короба по цепи сбоку. Однако, новичок не раз поплатится за собственное любопытство, пока осознает, в чём же был подвох. На стартовой планете Багана из игры Star Wars Jedi Fallen Order притаилось суровое наказание для самых любознательных игроков. Багана хранит в себе множество секретов и труднодоступных мест, одной из которых яма на дне Кои обитает свирепое чудовище Огдо-Багдо. Любитель прочесывать виртуальные территории, а также ссувать свой нос во всякие отверстия, обязательно наткнётся на монстра в пасте Коева и закончит своё существование. Дело в том, что при первой встрече победить Огдо-Багдо крайне сложно, особенно для казуала, не закалённого десятками миядзаковских игр. Так что любопытным упрямцам, не знающим слово сдаться, предстоит выстрадать не менее 10 траев. Самое забавное, что на момент стычки игрок не знает, что в дальнейшем планеты можно будет покидать и возвращаться на них вновь, но уже более сильным, что в итоге позволит без проблем одолеть лягушку переростка. Впервые, найдя демонический колокол в Секиро Шадл Дайтвайс, удержался ли ты, чтобы не позвонить в него? Безусловно, на нём красуется предостерегающая надпись, гласящая «Не звоните в этот колокол». Добродетельный муж не чурается тягот, но искать их должны лишь наиболее крепкие духом. Звучит как дешёвый байт. Чёрт побери, товарищ Миядзаки, я в деле. Поддавшись соблазну и утолив при этом нездоровый интерес, игрок увеличивал сложность игры, хотя казалось бы, куда уж больше, делая противников сильнее, но при этом в противовес повышая шанс хорошей добычи спадших мобов. В данной ситуации радует только одно. Наказание вышло не столь суровым, так как негативный эффект звонилки в любой момент дозволяется аннулировать, заюзав предмет демон колокола. «Спыланки» — увлекательная инди-игрушка с элементами рогалика. Цель кои сводится к исследованию пещер, сбору различных сокровищ, добыче золота и спасению красоток, оказавшихся в беде. Каждая локация испещрена множеством опасных противников, а также обильно напичкана полезными плюшками. На сбор коях нужно время, которое, мягко говоря, в дефиците. Дотошные игроки, обожающие проверять каждую нычку, быстро столкнутся с местным наказанием, известным как «призрак». «Призрак» выступает в роли таймера, призванного подгонять нерасторопного игрока, слишком долго находящегося на одном уровне. Злобный дух появляется спустя две с половиной минуты, так что умерьте своё любопытство, если хотите сохранить жизнь главного героя. Продолжаем тему о назойливых преследователях. В персоне 3-4-5 есть схожий с призраком из спиланки «Страж». Кличут его «Рипер», и он появляется всякий раз, когда игрок слишком увлекается исследованием одного из этажей Мементоса, Тартаруса или иных, условно говоря, данжей. Встреча с «Рипером» зачастую заканчивается гибелью отряда, ведь он невероятно силён, имеет кучу атак, а также крепкую защиту. А посему при приближении посланника смерти, грозно-гремящего цепями, лучше всего нажать на ногу, забив на все недоисследованные участки. Чуть ранее я говорил, что разработчики прибегают к нескольким клишированным способам наказать игрока за избыточное любопытство, одним из которых является нажатие кнопки. Так вот, в игрушке Бласта 1998 года среди мёртвой, как ваш покорный слуга, внутри стартовой локации красуется здоровенная красная кнопка с надписью «Не нажимать». И все мы в курсе про старинный мем с кнопкой, которую не стоит нажимать. Но как тут удержаться? Ведь жуть как любопытно, что же произойдёт после активации. А случится немедленная ликвидация главного героя. В данном случае любознательность будет стоить игроку одной жизни. А это, я скажу вам, немало. Ведь, несмотря на обманчивый мультяшный вид, Бласта довольно хардкорный платформер с танковым управлением. Клейман, главный герой олдскульной игрушки Неверхуд, более известной в наших краях как «Не верь в худо», попадает в странное сюрреалистическое место, функционирующее по весьма нелогичным законам. Исследуя местность и попутно решая загадки различной степени сложности, игрок неминуемо наткнётся на дыру в земле, рядом с которой красуются предупреждающие надписи в духе «Не прыгай, а то совсем мёртвый будешь». И тут всё логично. Кому в здравом уме придёт в голову прыгать в бездонную пропасть? Однако, мир Неверхуд, мягко говоря, сильно отличается от нашего. А посему данная идея уже не кажется столь безумной. Так как тёмные глубины могут скрывать от нас как полезный квестовый предмет, так и кровожадного монстра. А посему любопытство рано или поздно возьмёт над тобой верх. Совершив необдуманный прыжок в веры, Клейман буквально провалится сквозь планету в открытый космос, а пытливый игрок в качестве наказания получит пресловутый «Game Over». Вывод. Порою стоит прислушиваться к предостерегающим надписям, даже если они написаны на заборе. Классический Point & Click квест с говорящим названием Kings Quest 7 разделён на 6 частей, действия каждой из которых происходят в различных регионах королевства Элдридж. На протяжении пяти глав героини под управлением игрока могут безнаказанно исследовать местность в поисках полезных для прохождения вещей. Однако правила игры кардинально меняются в момент наступления четвёртой главы, во время которой барышни попадают на кладбище. Здесь излишне любознательному игроку надлежит быть особенно осторожным. Ведь стоит задержаться на одном экране более дозволенного, увлёкшись прочесыванием местности, как из подземной тверди вырвется кровожадный бугимэн. К слову, данный засранец тот ещё скример, который пугал детей по всему миру задолго до этих ваших аниматроников. Или какая там псевдо-хоррор-фигня нынче у молодняка в почёте. По сути, корпорация Лоботомия — это своеобразный симулятор управления сверхсекретной лабораторией по содержанию и исследованию паранормальных явлений, существ и объектов в духе знаменитых SCP. Игрок набирает команду бесстрашных исследователей и отправляет их изучать, как правило, смертельно опасную хтоническую нечисть. Среди множества существ в игре есть особый объект под кодовым названием «Не трогай меня». Он представляет собой жёлтый ящик с запрещающей надписью и большой красной кнопкой сверху. И тут вновь срабатывает предательский психологический эффект, заставляющий любопытного игрока действовать от противного. Ведь сколько ни попадайся на печально известный трюк с кнопкой, всё равно интересно узнать, а что же будет, если я её нажму. А случится следующее дерьмо. Взаимодействие с данным существом приведёт к смерти всех сотрудников, а после — к уничтожению лаборатории. Предсказуемый финал. Но разве можно было удержаться? Fear and Hunger — это мега-хардкорная Deep Dark Fantasy RPG, в которой чрезмерное любопытство карается особо сурово. Ведь буквально каждый обитатель данного подземелья жаждет тебя прикончить самым жестоким и извращённым способом. К примеру, стоит немного затупить в прологе, осматривая сундуки на наличие жизненно необходимых ресурсов, как герои незамедлительно растерзают бродячие собаки. И подобного тут вагон и маленькая тележка. Доверху наполненная трупами. Однако, более других мне запомнился случай в сортире. На одном из многочисленных этажей крепости располагается туалет, перепачканный в крови, дерьме и... Ну а как вы хотели, это же... Deep Dark Fantasy. Радует одно — отхожее место убирать нас вилкой никто не заставит. Тем не менее, здесь предстоит сделать довольно странный выбор. Прыгнуть на дно зловонной выгребной ямы или же пройти мимо. Прикол заключается в том, что в данной игре ты наверняка не знаешь, что скрывается во тьме. Возможно, это своеобразный тайник, скрывающий в себе аптечки, ключи и прочее добрище. Так почему бы не попробовать спуститься? И это чрезвычайно плохая идея. Ведь Fear and Hunger не поощряет подобное рвение от слова «совсем». Очутившись в омерзительной дыре, герой попросту не сможет выбраться обратно, ведь стены измазаны фекалиями. Иными словами, это буквально дерьмовый конец игры. Но хуже всего не удушающе зловонная смерть, а то, что на днище не оказалось ничего полезного. Обидненько. Серия игр Готика более дружелюбна по отношению к игроку, нежели ранее упомянутая Fear and Hunger. Однако в ней есть немало неприятных сюрпризов, оставленных разработчиками. Наверное, каждый игрок рано или поздно задавался вопросом, а что будет, если войти в воду и плыть как можно дальше в сторону горизонта? Игроделы, предвосхищая геймерское любопытство, нередко ограничивают водную гладь либо банальной невидимой стеночкой, либо чем-то более изобретательным. О подобных креативных ограничителях я рассказывал вот в этом видео. Тем не менее, мне есть что добавить. Если во второй Готике попытаться заплыть достаточно далеко, то начнется катсцена, в которой огромное морское чудовище сжирает протагониста. Неплохое, я бы даже сказал жуткое, наказание для пытливых исследователей цифровых территорий. Экшен-рпджи Moonlighter концептуально и геймплейно схожи со Спеланки, а посему и наказание за нездоровое любопытство у них аналогичное. Как ты помнишь из первой части видео, ты же её смотрел, да? В Спеланке любителя обшаривать каждый укромный уголок в поисках любопытных ништяков ждала неминуемая кара в виде бессмертного духа, преследующего героя ровно до тех пор, пока он не покинет излюбленное помещение. Вселенная Moonlighter работает по тем же законам. Замешкался в одной локации и прочёсывая тайники? Получи и распишись на зойливого одноглазого призрака. Но это... это уникальный экшен-рогалик с процедурно-генерируемым миром, который очень интересно исследовать, но отнюдь не безопасно. Как бы это помягче сказать, вной-то игрока может убить вообще всё. Ну вот, к примеру, прочесывая очередную пещеру, ты можешь найти банку с хаотичным полиморфином и любопытство ради промочить горло. Результат твоих необдуманных действий может быть самым непредсказуемым, ведь данная кротовуха превращает протагониста в случайного монстра или животное, населяющее данный мир. Но это так, мелочи. Любое, и я повторяю, любое неизвестное заклинание способно убить героя, и заранее предугадать, что за эффект оно окажет, просто невозможно. Так что перед тем, как утолить собственную любознательность, кастанув только что найденное заклинание, нужно очень хорошо подумать. Но это как будто бы создано для любознательных игроков, так как предоставляет непаханное поле для экспериментов с неограниченной кастомизацией самых безумных заклинаний. Но, к сожалению, зачастую подобные опыты заканчиваются мучительной перманентной смертью подопечной ведьмы. Действие рогалика City of Brass происходит в проклятом городе, доверху забитым несметными богатствами, которые охраняют нечисть различных мастей. На протяжении игры тебе, в шкуре типичного охотника за сокровищами, предстоит исследовать закоулки арабского и, кто бы мог подумать, рандомно генерируемого города. Core Gameplay City of Brass сводится к убийству монстров, избеганию хитровыепанных ловушек и, конечно же, лутанию ценностей для последующей покупки перков и прочего добрища. Однако пылесосить локации в свое удовольствие, попутно созерцая восточную архитектуру, увы, не получится, так как по душу слишком любопытного и жадного игрока рано или поздно явятся дервиши. Дервиши — это бессмертные сгустки темной энергии. Их основное предназначение — умерить аппетиты игрока и заставить его шевелить булками, хочет он того или нет. Главный герой олскульной RPG PlayScape Torment безымянный, по факту бессмертный. Мужик очнулся в морге с полной потерей памяти и теперь пытается понять, что же с ним произошло. Действие игры разворачивается в таинственном городе Сигил, где заправляет могущественное создание Леди Болли, она же королева клинков. Это некое молчаливое существо, наделенное безграничной силой. Ее основное предназначение — защита города любой ценой. В ходе прохождения у игрока будет возможность привлечь внимание и даже разгневать Леди Болли. И согласись, любопытно, что же произойдет с протагонистом в таком случае. Для этого есть несколько способов, но, пожалуй, самый простой — это купить куклу Леди Болли и регулярно молиться ей, чего госпожа Клинков крайне не одобряет. Прогневав богиню впервые, безымянный получит наказание в виде заточения в лабиринте, из которого при желании можно выбраться. Если же игрок не усвоит урок и продолжит гнуть свою линию, Леди Болли лично явится и, на удивление, убьет главного героя. Да, госпожа Клинков — практически единственное создание в игре, способное окончательно прикончить бессмертного протагониста. В ходе злоключений подростков из кинца Horror Until Dawn у тебя будет масса возможностей утолить свой интерес, эмпирически ответив на вопрос, а что же будет, если я выберу этот вариант развития событий? Однако более других, наверное, из-за своей болючести, мне запомнился момент с капканом в заброшенной психушке. Один из героев Майк исследует укутанную мороком зловещую психиатрическую клинику. Внутри промерзших стен его ждет масса предметов для изучения, одним из которых окажется трупная рука на странном механизме, украшенная запиской. Игрок волен пройти мимо, проигнорировав находку. Однако удержаться сложнее, чем кажется. Ведь так хочется узнать, что же будет, если сорвать записку с гротескного механизма. А будет резкий кусь! На проверку трупная ручка оказывается ловушкой, пальцы Майка попадают в капкан, и теперь тебе предстоит решить, лишать парня ковырялок, или же попытаться вырваться, тратя драгоценное время до рандеву с волками. Экшен-рпг-вампир от студии Dontnod, что подарила миру оригинальную Life is Strange, предпочитая думать, что других частей просто не выходило. Содержит в своих недрах своеобразную систему кармы. Протагонист игры вампир по неволе Джонатан Рид, будучи по образованию врачом, волен как поддерживать здоровье несчастных жителей Лондона, так и положить на них внушительных размеров болт. Почти такой же здоровенный, как положили сами Dontnod, когда они стали добавлять в игру быстрое перемещение. От души, ребят. Отыгрывая пассивного доктора Клыкастика, вы вскоре обнаружите, что ваши подопечные мрут как мухи, вследствие чего последует необратимое наказание. Городские районы с большой смертностью быстро приходят в упадок, и вскоре ты и шагу ступить не сможешь, чтобы не наткнуться на очередную толпу противников. А быстрого перемещения в игре нет, если кто забыл. Помимо этого, доктор волен собственноручно осушать из горла второстепенных неписей, тем самым получая драгоценный опыт. Однако в таком случае лицо Рида всё больше будет походить на офисного работника, ведущего неравный бой с надвигающимся дедлайном. Плюс, заканчивая досрочно жизнь того или иного персонажа, вы теряете часть квестов, что тоже своего рода серьёзное наказание за кровожадность. Это ж РПГ как-никак. Ну и про хорошую концовку тоже можно забыть. Don't Starve это визуально милый, но оттого не менее хардкорный рогалик-выживач. Цель игры под стать прочим выживалкам на бумаге не замысловато. Продержаться в случайно созданном мире как можно дольше, вот собственно и всё. Но сказать проще, чем сделать, ведь здешний мир таит в себе множество опасностей, особенно в ночное время. Для успешного выживания тебе потребуется строить убежище, добывать жизненно важные ресурсы и, конечно же, пищу. Однако, если увлечься истреблением местной фауны, то велик риск словить кармическую ответочку в виде пришествия Крампуса. Крампус это демон, что приходит, дабы украсть вещи персонажа в наказание за шалости. Интересен тот факт, что чем больше дней ты продержишься в игре, повышая шкалу шалостей, тем больше Крампусов придёт по твой хабар. Конечно, при должном желании можно упокоить рогатого, гопнув при этом бедолагу на мешок с награбленным. Но зачем вам этот лишний геморрой? Лучше будьте няшными пирожочками, не обижайте животных. Вы заметили? Что-то давно я не вспоминал великую франшизу Metal Gear. Непорядок. В своих играх Кодзима всегда оставлял игрокам выбор, как выполнить ту или иную задачу. Можно играть по стелсу, пользуясь нелетальными способами устранения противников. Или же изрешетить градом пуль каждого встречного поперечного. Выбор за вами. Однако во время сражения с боссом по кличке Сорро из Metal Gear Solid Free Snake Itter, вы прочувствуете всю тяжесть содеянного, ибо перед вами предстанут призраки всех ранее убиенных вами персонажей. И на момент выхода игры подобный трюк смотрелся весьма крипово. Плюс значительно удлинял время боя, если полу-катсцену можно так назвать, и ощутимо множил количество назойливых скримеров. А вот Metal Gear Solid V The Phantom Pain наказывает кровожадного игрока лишь внешними метаборфозами. Чем больше ты убиваешь, накапливая демонические очки, тем длиннее становится рог на голове Снейка. Помимо этого, со временем моська змея покрывается густым слоем крови, которую невозможно смыть при посещении душа. Иными словами, злобная натура игрока напрямую отражается на внешнем облике его альтер-эго. Хотя, как по мне, слабоватое наказание. Лично мне кроваво-рогатый Снейк нравится куда больше обычного. Именно так я себя утешаю, всякий раз проваливая очередную стелс-миссию. Механика безумия в играх далеко не нова. Нечто подобное мы наблюдали в Амнезии, в Као, в Кту, Dark Corners of the Earth и, конечно же, The Sinking City. Причем в последнем шкала безумия пополняется как при встрече с рядовыми монстрами, так и при убийстве мирных горожан. Особенно при убийстве мирных горожан. Причем излишняя кровожадность со стороны игрока будет караться не только визуальными эффектами, а-ля я молясь перебрал с салями, но и частыми появлениями весьма опасных монстров, желающих отправить главного героя на корм рыбам. Так что быть милосердным в данной игре физически выгодно. Говоря о наказаниях за чрезмерную кровожадность, невозможно игнорировать диалоги игр Dishonored. Я не единожды рассказывал вам о механике хаоса, что присутствует как в первой, так и во второй части. Поэтому опишу ее максимально кратко. Чем больше игрок убивает стражников и прочих NPC, тем выше поднимается шкала хаоса. По сути это своего рода наказание, усложняющее прохождение, так как ненасытного убийца ждет большее число противников, назойливых, плакальщиков, вездесущих, крыс и трупных ос. Ну и погодку питерскую на постоянку завезут, дабы лишний раз подчеркнуть холодность твоего безжалостного сердежка. Вывод. Убивать плохо. Понятненько. В Kingdom Come Deliverance, славящийся своей реалистичностью всякого серийного убийцу, ждет лишь два исхода. Смерть или пребывание в местах не столь отдаленных. Ну, прям как в жизни. Но не совсем. Сидеть в тюрячке придется недолго, да и вещи после отсидки вернут. Короче, такое себе наказание, но лучше чем ничего. Вкупе Skyrim ситуация аналогичная. Загремев в тюрьму, вам придется из нее выбираться. Вот, собственно, и все. По сути, наказание за аннигиляцию невинных NPC в данных играх лишь тратит ваше драгоценное время, и не более того. В современных играх эфемерные детвора имеют неприкосновенный статус. Их не то что на свидание с создателем отправить нельзя, на них даже оружие наводить не дозволяется. Но, как говорится, раньше было лучше, то есть иначе. К примеру, в первых двух частях культовой серии Fallout не возбранялось лишать жизни, как по тонкому льду хожу, низких людей, скажем так, от греха подальше. Не возбранялось, но и не поощрялось. Даже наоборот. Стоило кровожадному игроку упокоить несколько карапузов, как он моментально терял репутацию и награждался позорным статусом, но вы поняли. Ношение данного титула приводило к тому, что часть NPC отказывалась общаться с преступником. Плюс за убийцем выдвигался отряд охотников за головами, сила коих варьировалась в зависимости от прокачки вашего героя. А во втором Fallout любитель геноцида с удивлением обнаруживал собственное лицо на плакатах с розыском опасных преступников. Кодзима филигранно вписал запрет на убийство людей в War Death Stranding. Но вот реализация, мягко скажем, подкачала. Если вкратце, то в мире Death Stranding каждый убитый человек со временем превращается в бомбу замедленного действия. И если вовремени сжечь тело, то произойдет мощный взрыв, прозванный Войдаут. Тем самым Кодзима мотивировал игроков пользоваться нелетальными способами устранения противников. Ибо кому охота всякий раз таскать на собственном горбу зловонные трупы, да еще и на противоположную часть карты. Но на деле все оказалось куда прозаичней. Лично я убивал мулов и прочих враждебно настроенных NPC сотнями и, конечно же, не тратил время на их утилизацию. И что ты думаешь? Не обещанных тебе монстров в местах скопления мертвых тел, ни взрывов, ничего не произошло. Я увидел пресловутый Войдаут всего раз за прохождение, причем его спонтанное появление в заправду меня напугало. Но все, что он делает, так это просто отбрасывает игрока на последнее сохранение, и все? Никаких тебе штрафов, никаких тебе кратеров, никаких разрушенных городов и потери квестов. Сплошная декорация. Короче, задумка гениальная, но реализация крайне халтурная. Энивэй упомянуть стоило. Кстати, пожалуйста, владельцы пятой плойки, отпишитесь, данное упущение пофиксили в Директор Катт-версии или нет. Проходить игры серии Соулс это само по себе наказание, ну для меня. И пускай суть данных игр сводится к убийству бесчисленного количества бомжей и гипертрофировано огромных боссов, тем не менее, Соулс игры не брезгуют наказывать игроков за неоправданную жестокость. Думаю, вы заметили, что помимо враждебно настроенной нежити в душных мирах обитает и миролюбивый NPC. И если ты, кровожадный ублюдок, вздумаешь их прикончить, то наказание в виде утраты части контента не заставит себя долго ждать. Ведь многие из этих бедолаг делятся с протагонистом частичкой драгоценной истории мира, дают задания или продают что-то полезное. Так что дважды подумай, а стоит ли безделушка поднятая с хладного трупа неписи потери контента? Данная тема была бы неполной без вездесущего Undertale. Я не единожды рассказывал вам о так называемом пути геноцида и как он влияет на игру, посему максимально кратко. В большинстве RPG убийство монстров, как правило, дает героям опыт, необходимый для дальнейшей прокачки, и Undertale не исключение. Загвоздка состоит в том, что бездумно убивая противников, в определенный момент ты осознаешь, что под личиной экспы скрывался показатель кровожадности, а убиенные тобой существа были далеко неплохими. По итогу заработанный тобой опыт быстро превращается в клеймо осуждения, вечно маячащая перед глазами безжалостного игрока. Вот такое вот своеобразное наказание. Golden Light это безумный хоррор-рогалик, в котором говорящая куча мяса может избивать стопку книг, влюбившуюся в тебя, пока ты доедаешь свой отравленный трехствольный револьвер. Данное изречение, несмотря на абсурдность, очень точно описывает вайп игры. По сюжету Golden Light безымянный герой отправляется на поиски возлюбленной, которую затянуло в так называемую мясную зону. Здешний кор-геймплей базируется на сборе ключей, необходимых для прохода на следующий уровень, в сражениях с круто задизайненными монстрами, в поиске разнообразного вооружения, а также полезных, а порой и не очень, перков, эки-мемента. Напрямую тебе этого не скажут, но игру дозволяется пройти в максимально пацифистском стиле, так как чем больше монстров убивает игрок, тем враждебнее по итогу к нему настроены обитатели кишки. Иными словами, если уничтожать каждого встречного поперечного уродца, вскоре тебе никаких ресурсов не хватит, чтобы отбиться от легиона агрессивно настроенной нечисти. Вывод. Не убей, да не убит будешь. Если повезет, конечно. Golden Light одна из тех игр, что дает игроку вариативность прохождения. Хочешь хардкора? Иди и мочи все, что движется. Хочешь умеренный челлендж? Стелс тебе в помощь. Тем более, что игру можно пробежать, не убив в ни единой души. Даже боссов можно игнорировать, хоть и сложно. Помимо этого, миролюбивого исследователя мясной зоны под занавес наградят приятной пацифистской концовкой. Кстати, создал данное творение небезызвестный Данил, он же разработчик сюрреалистических игр, экстравагантный музыкант, бывший ютубер, юморист, художник-мультипликатор и просто гений нашего времени. Посему как давний поклонник творчества данного автора призывает тебя приобрести Golden Luit, чтобы, так сказать, поддержать отечественного разработчика. Поверь мне, игре есть чем тебя удивить. Система преступлений и наказаний в Red Dead Redemption 2 довольно обширна, посему затрону лишь актуальные для данного видео аспекты, не вдаваясь в тонкости, дабы попросту не раздувать хронометраж видео. В Red Dead Redemption 2 Артур может заиметь проблемы с законом различными способами, так как в игре существует множество различных видов преступлений, самыми страшными из которых, несомненно, является убийство невинного человека или сотрудника правоохранительных органов. Аккурат после упокоения непися Артур объявит в розыск, и тут, аки в старой доброй GTA игрок волен скрыться от преследователей, своевременно покинув зону поиска. Однако, после сброса хвоста за поимку беглого преступника объявят награду, которая со временем будет только увеличиваться, что в перспективе сильно усложнит жизнь опрометчивому Мадушегубу, ибо его задница станет лакомым кусочком на столе алчных копов, а также куда менее тактичных охотников за головами, что не постесняются при встрече отправить героя к праотцам. Игра также предусматривает возможность добровольной сдачи в руки хранителей закона. В таком случае Артуру придется отдать часть честно нажитых денег, плюс отмотать тюремный срок. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Высказывание, безусловно, эпичное, однако убийство представителей рода людского для Геральта зачастую оборачивалось не самыми приятными последствиями. К примеру, в оригинальном Ведьмаке, в случае, если Седовлас и умышленно убивал стражников, по его душу моментально выезжал тусенский охотник за головами Жан-Пьер. К слову, Жан-Пьер является поклонником еще одного крайне опасного и умелого наемника Лео Бонарта. Кто читал, тот знает. А посему при встрече с Жан-Пьером нужно держать ухо востро. Если Ведьмак запачкался в крови невинных единожды, то от наемника худо-бедно можно откупиться. Но при повторном рецидиве Пьер с большой долей вероятности откажется от взятки и попросту прикончит Ведьмака. Победить карателя можно, однако он невероятно силен, да и смысла в этом мало. Ведь на его место рано или поздно придет следующий охотник. Главные герои This War of Mine, сурового выживача в декорациях боевых действий, обычные люди, застрявшие в осажденном городе. Каждый персонаж обладает своим собственным темпераментом, биографией, набором навыков и характеристик. Однако их объединяет одно. Все они хотят выжить, не проливая лишней крови. В игре присутствует система морали, напрямую влияющая на душевное и ментальное состояние героев. Не секрет, что одни люди более устойчивы в стрессовых ситуациях, а другие готовы сломаться при малейшей проблеме. Совершая убийство в This War of Mine, игрок рискует навсегда потерять подопечного. Ведь смириться с содеянным дано не каждому. Убийца, скорее всего, впадет в депрессию, после чего поспешно иссяканится. Помочь бедолаге, конечно же, можно, поддерживая морально или потакая вредным привычкам. Но, как ни крути, это далеко не панацея. А посему резни рекомендуется избегать любыми доступными способами. В легендарной The Elder Scrolls Morrowind убийство сюжетно-важных NPC каралось довольно интересным способом. Прикончив умышленно или случайно одного из незаменимых неписей, игрок видел на экране следующее сообщение. Со смертью этого персонажа нить вашей судьбы обрывается. Загрузите сохраненную игру, чтобы восстановить течение судьбы, или живите дальше в проклятом мире, который сами и создали. Таким образом, разработчики хоть и развязали руки, дав полный карт-бланш на убийство абсолютно каждого болванчика в игре, тем не менее напомнили игроку, что некоторые поступки просто не могут остаться безнаказанными. Как итог, убийец был вынужден перезагружать игру, либо наблюдать плачевные последствия своих действий. А вот в Oblivion убийцу ждало куда более прозаичное наказание. Пойманного на месте преступления душегуба сажали в тюрьму с полной конфискацией имущества, после чего персонажу надлежало совершить побег, плюс вернуть изъятые вещички. Нечто подобное было и в Dragon's Dogma, только здесь покинуть темницу сырую дозволялось как при помощи отмычки, так и посредством подкупа меркантильного охранника. В старенькой экшен-рпдж Альфа Протокол нет привычного нам наказания за геноцид. Вместо подсчета оглушенных или убитых врагов, а игру дозволялось пройти скрытно, избегая лишнего насилия, Альфа Протокол демонстрировала количество осиротевших благодаря твоим кровожадным действиям детей, и стоимость медицинского лечения тех, кому ты нанес те или иные увечья. Не уровень спеков The Line с его белым фосфором, тем не менее заставляет задуматься и побуждает играть менее агрессивно. Серия игр Метро карает игрока за бесчеловечность и игнорирование проблем ближнего своего одним из самых банальных, но тем не менее рабочих способов. Если ты в ходе прохождения устраивал массовое истребление неписей, параллельно не спасая сюжетно важных персонажей, а также не совершая благих поступков вроде подаяния голодному ребенку патрончика, тогда в финале тебе полагается плохая концовка. Классика, но по-прежнему оставляет неприятный осадочек. Кстати, второй белушок в Торе Метро осуждал неуместную жестокость, наказывая кровожадного геймера, убившего особых неписей и маленьких сестричек крайне неприятным финалом. В процессе ограблений в Payday 2 на пути грабителей помимо охранников нередко встает невинное гражданское население. В такой ситуации ты волен как запугать болванчиков, так и связать их, дабы под ногами не путались. Ну а заправским маньякам не возбраняется отправить беззащитных неписей к праотцам. Однако данный поступок имеет досадное последствие в виде денежного штрафа. А ежели смерть бедолаги произошла во время штурма, игрок в случае попадания под арест пребывал в тюрьме намного дольше обычного. Франшиза Hitman, хоть и является буквально симулятором киллера, тем не менее не поощряет незапланированные контрактом умерщвления. Большинство игр данной серии наказывают за предельную безжалостность снятием вожделенных очков. А вот оригинальный Hitman мало того, что срезал деньги с зарплаты лысого убийцы, таки еще и мог отправить генетически модифицированного наемника в отставку. Стоило игроку отправить в землю слишком много левых целей, как Диана присылала на пейджер агента сообщение об расторжении контракта и последующем неминуемом увольнении. Диалогия DeoSex, в отличие от ранее упомянутых игр, не лишала антигуманного геймера виртуальных средств существования, а лишь ощутимо урезала получаемые очки опыта. Если быть точным, то за нелетальное оглушение недруга Адаму Дженсену полагалось 50 очков опыта, а за изуверскую депортацию противника на тот свет всего 30. Вполне рабочая и понятная мотивация. Хочешь прокачиваться быстрее? Будь любезен скрываться в тенях и бога ради постарайся не ломать хребет каждому противнику, встреченному на пути. Некоторые игроделы предпочитают подходить к вопросу наказания нещадного игрока с юмором. Помнишь, как во франшизе The Legend of Zelda бездушного игрока, посигнувшего на здоровье курочек Кокко, настигала моментальная карма? С виду беззащитные птички безжалостно разрывали обидчика на куски, не оставляя герою шанса на спасение. Таким же образом поступали и маленькие розовые свинки. Но если от них не без труда, но всё-таки можно было удрать, то от обиженного крупного хряка... едва ли. В Shadow Warrior живодёра, посмевшего прервать соитие двух пушистеньких крольчат, ждала неминуемая гибель. От лап разъярённого демонического кролика-вдовца. Райдена из второй части Metal Gear безжалостно отстреливающего вечно гадящих под ноги чаек яростно осуждала дама сердца Роуз, называя будущего киберниндзю бессердечным монстром и даже грозила ему рассталанием. Вывод. Будьте добрее и не обижайте животных, в том числе и виртуальных. Айвона Бедегай — это неоправданно сложная, нервовыжигающая игрушка, не прощающая ошибок. Лет, этак 6-7 назад, абсолютно каждый летсплейщик считал своим долгом пройти данную поделку, дарящую массу положительных эмоций. Я тебе сейчас плюну. Так, чё здесь происходит? У-у-у! Плюешь? Однако, несмотря на нарочитую хардкорность, Айвона Бедегай оставляет за игроками неприкосновенное право на сохранение игрового процесса. В качестве сейвпоинта в сей инфернальном творении выступают квадратики, внешний вид коих можно кастомизировать. На протяжении игры у вас, аки у собаки одного известного учёного, сформируется чёткая ассоциация. Добрался до сейвпоинта, смело стреляй в него, дабы железобетонно сохранить прогресс. Но аккурат перед финальным боссом располагается особая сохранялка, добравшись до которой вы ощутите всю боль этого мира. А всё потому, что вместо выполнения своей функции она бросится на вас, и при первом Трай обязательно убьёт, ведь по ней надо дать аж три точных выстрела. Ну а тебя, к сожалению, зовут Саня, а вовсе не Ванга. Castlevania Symphony of the Night по праву считается одной из лучших частей серии, а также образцовым представителем жанра Метроид Вании. Кстати, в хардкорности она местами может потягаться с ранее упомянутым Айвона Бедегай. Главный герой игры Аллокарт, как собственное большинство протагонистов данной франшизы, стремится попустить драку, скрывающегося в тёмных глубинах готического замка. В процессе прочесывания нереально огромной крепости на пути героя будут встречаться специфические точки сохранения, которые бы точно одобрил один бизарный кролосися. Ну, это, наверное, всё-таки гроб. Однако в определённый момент на вашем пути возникнет сейвпоинт, источающий зловещее фиолетовое сияние. После активации Коева протагонист окажется в ожившем кошмаре, где ему предстоит сразиться с коварным суккубом, принявшим облики его матери. Помню, я очень огорчился, что игру сохранить так и не дали. Но зато сладкий голосок поверженной суккубши определённо поднял мне настроение. В Bug Fables, The Everlasting Sampling, весьма годный инди-рпг, повествующий о приключениях насекомых, точки сохранения выглядят как голубые магические кристаллы. Стоит протагонистам их коснуться, как характеристики моментально восстанавливаются, а игровой процесс сохраняется. Однако в Торе ранее озвученной Симфонии Ночи в определённый момент игры ты наткнёшься на манящий красный кристалл, выглядящий в точь-в-точь, как вожделенный сейвпоинт. Причём, дабы его активировать, придётся решить несложную, но всё-таки загадку. После соприкосновения с поверхностью кровавого красного кристалла сработает тревога, три грящая здоровенного краба-паука. Или что это вообще такое? Ну и, конечно же, игру вам никто не сохранит. Благо, что истинная точка сохранения находится буквально в соседней комнате. В твоей любимой Hello Night точки сохранения выполнены в виде уютных скамеечек, позволяющих пополнить здоровье, сменить экипировку и, конечно же, сохранить прогресс. По сути, это единственное укромное место, в котором игрок может перевести дух и, наконец-то, почувствовать себя в безопасности. К несчастью, в глубинном гнезде есть особая скамейка, присев на которую ты вряд ли почувствуешь себя на расслабоне, на чиле. На самом деле, в игре есть несколько подсказок, предостерегающих героя о возможной ловушке. Энивей, присесть всё-таки придётся, тем более вот эти милые ребята буквально умоляют тебя приземлить задницу. Эх, была не была. Но стоит твоей виртуальной булочке коснуться поросшей паутиной древесины, как до тебя дойдёт, что ты угодил в банальнейшую западню. И теперь тебе предстоит выбираться из паучьей обители, дабы больше никогда не доверять чёртовым скамейкам и переодетым паукам в том числе. Скримеры, с коими зачастую перебарщивают безидейные разработчики инди-хорроров, как правило, являются признаком дурного вкуса и своеобразным маркером неспособности автора нагнать саспенс и создать вокруг игрока атмосферу опасности. Но всё ранее сказанное не относится к Dead Space, ведь в большинстве своём скримеры используются в игре максимально грамотно, своевременно и дозировано, что вкупе с пугающей буквально осязаемой атмосферой одиночества напрочь лишает геймера чувства защищённости. Единственным относительно спокойным местом являются старые добрые точки сохранения, но даже они в какой-то момент придадут ваше доверие. В довольно жуткой локации отсек экипажа вы рано или поздно наткнётесь на манящую эфемерной безопасностью сохранялку. Однако стоит вам повернуться спиной, как внезапно произойдёт... Я из компании Айрфлейм. Не интересуетесь нашей продукцией? Ну и как тут не вспомнить легендарную фразу... Испугались? Обоснулась. Боссы и рядовые бомжи в играх серии Souls — это зло, а вот костры и кейсейфпойнт — единственное неоспоримое добро. Хотя нет, всё-таки оспоримое. Ведь в жопонагревающем DLC ко вторым тёмным душам с подзаголовком «школяр» определённые костры напрочь лишаются своей основной функции. Говорю я, конечно же, о кострах, призывающих Халдия, учёного первородного греха. При активации подобного квази-огнища произойдёт внезапное... What the fuck? Ну, конечно же, данный взрыв не убьёт вашего персонажа, чего не скажешь о самом игроке. Ведь от столь неожиданной сподлянки может приключиться инсульт жопы. В Star Wars Jedi Fallen Order наличствует локация под названием «Гробница Куджета». В ней располагается очередной сейфпойнт, он же круг для медитации. В нём игрок может прокачивать навыки, восстанавливать запас здоровья, привет тёмным душам и, естественно, сохраняться. Но конкретно данная окружность работает несколько иначе. Нет, конечно, свои функции она выполняет исправно, правда переносит протагониста Кэла в прошлое, где заставляет вспомнить смерть учителя, а потом вновь возвращает в реальность, дабы устроить поединок с призраком усопшего ментора, который на протяжении схватки булит парнишку похлеще школьных хулиганов. Ну а вишенкой на торте Сюра становится сломанный энергетический меч, что пал жертвой могучей хватки юного джедая. И тут то ли меч китайский попался, то ли парнишке пора завязывать с рукобудием. В лучшей игре всех времён и народов, которая подходит абсолютно под любое моё видео Undertale, наличествует аж два момента с фейковыми точками сохранения. Первая располагается аккурат перед схваткой с Омега Флауи и является собой хитрую ловушку, расставленную злобным цветочком. Кстати, данный сейвпоинт мало того, что не выполняет свою основную функцию, так ещё и стирает ваше прежнее сохранение. Да, эта игра умеет быть жестокой. Вторая же подстава поджидает игрока в локации Реальная лаборатория. Там среди густого тумана и криповых призраков уютно расположилась точка сохранения. При активации Кои вы обнаружите, что это был долбанный мимик с вкусным именем Лимонный Хлеб. И теперь вам придётся навернуть сладкого хлебушка, дабы остаться в живых и, наконец-то, сохранить игру. Одна из лучших классических JRPG Chrono Trigger также пыталась обмануть доверчивого игрока, жаждущего поскорее сохраниться. Лично я помню как минимум два подобных момента. Первая оказия происходит в замке Мага, после того, как героев сбрасывают в подземелье, где, помимо морока, паутины и пыли, самым ярким и желанным объектом является точка сохранения. Но стоит героям к ней прикоснуться, как она тут же превращается в трёх противников, буквально выглядящих как местные сейвпоинты. А вот следующий момент куда более изобретательный. Виделите, в игре есть банальнейшая локация – канализация. Так вот, в ней нельзя шуметь, ибо звук привлекает здешних противников. И вот игрок напрягается, входит в перманентный стелс-режим и на цыпочках пробирается в сторону выхода. Как вдруг видит спасительный сейв и, конечно же, активирует его. Однако при использовании точка сохранения издаёт определённый звук. И оказывается, его слышит не только лишь игрок, но и кровожадный обитатель источных вод. Честно говоря, такой подставы я не ожидал. В столь масштабных франшизах, как Final Fantasy, нужно как можно чаще сохраняться, чтобы не потерять прогресс. И дабы лишний раз напомнить игроку о столь полезной функции, игроделы стараются сделать внешний вид сейвпоинтов как можно более заметным. К примеру, в Final Fantasy XII сохранялки выглядят как здоровенный синий драгоценный кристалл. Такой при всём желании не пропустишь. В мире игры есть очень интересные насекомые, лишённые возможности передвигаться. А посему для успешной охоты им пришлось освоить мимикрию. И как ты уже догадался, своим внешним видом они целиком и полностью повторяют кристаллы сохранения, поэтому их и зовут кристальные жуки. В игре всего три, и это радует. Причём синий всего один. Тем не менее, данный враг весьма силён и способен доставить немало проблем ошарашенному игроку. Кор геймплей survival horror Alien Isolation идеально описывает крылатое выражение «Игра в кошки-мышки». Основная часть изоляции состоит из блужданий по бесчисленным коридорам торговой космической станции «Севастополь», сражений с агрессивными андроидами и побегушек с последующими прятками от внеземного охотника ксеноморфа под управлением самообучающегося ИИ. Неудивительно, что для поднятия градуса саспенса разработчики пошли на хитрый трюк, заставляющий игроков испытывать перманентное напряжение. Матёрые ценители хорроров привыкли, что в мастодонтах жанра, таких как Silent Hill или Resident Evil, сохранение – синоним слова «безопасность». Видишь сейвпоинт? Значит, можно выдохнуть, расслабить булки, вытряхнуть кирпичи и спокойно сохранить прогресс. Однако Alien Isolation ломает привычные шаблоны. Практически каждое сохранение в игре сулит суровое наказание, видимо, ментальной и крайне жестокой смерти. Дело в том, что процесс сохранения данных сопровождается абсурдно долгой анимацией, во время которой игрок не изолирован от окружающих опасностей. Как итог, перед тем, как сохраниться, нужно трижды подумать и хорошенько осмотреться по сторонам, иначе полезное действие может возыметь крайне отрицательный эффект. Шин Megami Tensei 4, G-RPG, который является эксклюзивом для портативной консоли Nintendo 3DS, может похвастаться необычной системой сохранения. Основной фишкой серии Megami Tensei значится возможность взаимодействия с различными духами, демонами и прочей хтонической нечистью. А оттого вполне логично, что после смерти персонажей игра не заканчивается дефолтным экраном с надписью Game Over. Аккурат после того, как последний боеспособный герой испустит дух, перед тобой предстанет Харон, он же перевозчик душ мертвых через реку Стикс. Работяга любезно предложит вернуть подопечных жизни, дабы ты не потерял прогресс. Только вот у всего есть своя цена. За каждое возрождение с последующим сейвом придется заплатить чеканной монетой. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. На костях в данном случае. Диалоги игр Fear and Hunger — это гремучий коктейль, состоящий из дарк-фэнтези и концентрированной боли во всех проявлениях. Страх и голод не чураются наказывать игроков буквально за каждое действие. За любопытство, за неосторожность, за халатное отношение к ресурсам, за нерасторопность и даже за попытку сохраниться. Вторая часть с припиской термина в этом плане куда более лояльна. А вот оригинальная игра предлагала два способа сохранения. Первый — стопроцентный, при помощи книги просветления, крайне редкого расходника. А второй — во время сна под шконкой, но без нюанса ебстественно не обошлось. Для удачного сейва нужно подбросить монетку и угадать, что по итогу выпадет. Орел или решка — это своего рода механика рандома в игре. Угадаешь? Поспишь и сохранишься. В противном случае по твою задницу явится злющий монстр, который если не убьет героя, то как минимум покалечит. Оу, смотрю, ты все-таки выжил. Красава, братан, бросай монетку снова. И может быть на этот раз тебе все-таки удастся сохранить прогресс. Во втором Дэд Райзинг, дабы совершить священный акт сохранения, нужно, минуя толпы гниушников, проследовать к ближайшему туалету. Между тем не стоит расслабляться, хотя, казалось бы, место располагает, так как местные зомби манером не обучены и в любой момент норовят прервать уединение героя, а также процесс сохранения внезапным появлением. И считай, тебе крупно повезло, если в момент открытия кабинки здоровье протагониста было выше минимальной отметки, иначе придется начинать с последнего чекпоинта. Breath of Fire Dragon Quarter без преувеличения сложное РПГ, заточенное под повторное прохождение. В игре масса контента, скрытого за вторым, а то и третьим прохождением. Привет, Йокутаро! Причем каждый последующий забег легче предыдущего, ведь герои на протяжении сюжета становятся сильнее. Но вот первый трай заставит попотеть даже матерых ценителей жанра. Что любопытно, в Dragon Quarter даже система сохранения испытывает игрока на прочность. Сохраняться дозволяется исключительно у телефонов, расставленных в строго отведенных местах. Для этого нужны токены, своеобразные монетки, которые нельзя купить у торговцев, но можно найти в местных подземельях или залутать с мобов, но шансы не то чтобы велики. Стоит ли говорить, что добавлять систему ограниченных сохранений в GRPG, по меньшей мере, абсурдно? Не честно и жестоко по отношению к игроку. Да это же сущее наказание! Однако это еще не все. Всякий раз пройдя внушительный отрезок истории и, возможно, даже завалив сложного босса, ты с удивлением обнаружишь, что в загашнике закончились пресловутые токены. И что же теперь делать? Ну, конечно же, идти фармить, рискуя сдохнуть в процессе. И пустить тем самым несколько часов жизни псу под хвост. Протагонист серии Postal за словом в карман не полезет. Рафляные и пропитанные сарказмом фразочки, которыми щедро разбрасывается чувак, комментируя происходящее вокруг безумия, давно ушли в народ и знакомы даже тем, кто в видеоигры отродясь не играл. Теперь цветочки будут расти быстрее. Во втором Postal как такового наказания за сохранение не предусмотрено. Однако, если сейвится слишком, часто чувак не применет подколоть, а то и вовсе забулить перестраховщика. Ты что, опять сохраняешься? Эту игру смогла бы пройти даже моя бабка, если бы она сохранялась столько же, сколько и ты. Эх, умели же раньше делать душевную озвучку. Аут, олдскулы свело. В гениальной, вечно молодой и актуальной игре Minecraft сохранение, как и в ранее упомянутой Fear and Hunger, происходит в процессе рандеву с Морфеем. То бишь, крафтишь койку, ложишься на боковую и вуаля, прогресс сохранён. Между тем, без подвоха, как это водится, не обошлось. В игре есть локация, в которой попытка сохранения повлечёт за собой неминуемое наказание. Говорю я, конечно же, о Нижнем мире, более известном как Незер. Зелёный игрок, привыкший к паттерну. Поспал, значит, сохранился. Крайне удивиться, когда старая, уютная, добрая кроватка вместо вожделенного сейва взорвётся, обдав огнём пятую точку владельца. Тоха Луна Найтс – это классическая Метроид Ваня в яркой анимешной обёртке. Это мы уважаем. Помимо стильного пиксельного визуала, игра выгодно выделяется на фоне конкурентов интересной механикой остановки времени. И да, друг мой, это отсылка на Джоджо, а также одним коварным сейвпоинтом. В качестве сохранения здесь выступают зелёные телефонные будки, с помощью которых героиня-горничная Сакуя обкашливает вопросики, тем самым сохраняя прогресс и заодно отдыхая от кровопролитных и, безусловно, хардкорных сражений. И поначалу данная функция работает как часы, дабы притупить бдительность играющего. Позднее, прочесывая территорию, ты наткнёшься на ничем не примечательную телефонную будку. Правда, есть в ней что-то странное. Как минимум, её расположение не отображается на карте, что нетипично. При контакте с подозрительным телефонным аппаратом сохранение не произойдёт, так как перед нами предстанет мимик, принявший форму столь необходимого для выживания предмета. В начале видео я рассказал тебе о хитром Хароне из Shin Megami Tensei 4, что брал с игрока чеканную монету. Так вот, в Нинакуне присутствует похожая система. В игре есть привычное сохранение. Однако, если тебя угораздит пасть в бою, а прогресс терять ой как не хочется, тогда ты волен отдать 10% денежных накоплений и буквально восстать из мёртвых. И казалось бы, что такое 10%? Как-то слабовато для наказания. Так-то оно так, да вот только оружие, броня и прочее добрище тут стоит, ну, очень дорого. И выбрасывать часть накоплений на ветер – это непростительное расточительство, которое способно ощутимо замедлить развитие героев. Эройка – забавный красочный платформер, выполненный в милой анимешной стилистике. В центре истории – странствующий рыцарь, бросивший вызов силам зла, целиком и полностью состоящим из аппетитных демониц и не менее привлекательных ведьмочек. Ах да, забыл упомянуть, что это игра с эротическим уклоном, и тут довольно много пикантного контента, за который Ютуб мне по шапке надаёт. Посему ближе к теме. За сохранение здесь отвечает кавайная девочка с синими волосами, о ней в принципе ничего не известно, как и об остальных обитателях фэнтезийного мира. Под занавес ничего не подозревающий игрок пройдёт очередной уровень и по привычке устремится к девочке-сохранялочке. Однако, та на поверку окажется финальным боссом. Такой вот неожиданный поворот! The Legend of Zelda Majora Mask в наше время принято считать самой недооценённой игрой серии. И в целом её есть за что похвалить. В ней густая мрачная атмосфера, несвойственная франшизе, что и неудивительно. Ведь через 72 часа огромная луна с криповой рожей уничтожит здешний мир, тут не до добра и позитива. Взрослый сюжет, куча уникальных механик, в том числе путешествия во времени, кстати о ней. Маска Маджоры предлагает два способа сохранения прогресса. Первый, сыграть песню времени на окарине, тем самым повернув время вспять, аккурат к началу приключения. Но, как мы знаем, манипуляции со временем имеют плачевные последствия. Во-первых, после сохранения придётся выйти из игры и загрузиться снова. И во-вторых, ты потеряешь все накопленные боеприпасы, а также честно нажитые денежки. Конечно же есть лайфхак, который поможет сберечь шейкели, но не все игроки о нём знают. А вот второй способ менее наказуемый, но тоже не панацея. Сыграв на окарине парящий трек, линк перенесётся к статуям сов, которые при опиздюливании особым клинком сохранят игру. Правда, лишь временным сейвом, который через некоторое время самоуничтожится. В общем, как ни крути, а человеческой системы сохранения в игру не завезли. Верстаки, на которых герои Last of Us Part II модифицируют оружие, не являются точками сохранения, это так. Вот только с ними, а конкретно с одной особенной, связан очень крутой момент, который в Торе некоторым упомянутым ранее сохранением играет с привычками пользователя. По ходу сюжета игроку вбивают в темечко простую истину. Видишь верстак, значит выдыхай, и начинай прокачивать пушку, врагов поблизости нет. Между тем, в какой-то миг Элли наткнется на рандомный верстак, и ничего не подозревающий игрок по наитию нажмет на кнопку взаимодействия и, собственно, получит привычный результат. Поначалу ничего не предвещает беды. Элли достает необходимое снаряжение, вертит железки в руках, как вдруг... В этот момент у меня чуть сердце не встало. Такой подставы я предвидеть, ну, никак не мог. Враждебный мир Fear and Hunger можно и, к сожалению, нужно исследовать. При этом здешние обитатели, откровенно говоря, не жалуют незваных гостей. Обшаривая залитые мороком подземелья крепости в оригинальной игре, или же витиеватые улицы старинного городка Прехвель в сиквеле, игрок неминуемо столкнется с наказанием в виде траты драгоценных ресурсов, утраты конечностей в ходе неудачного боя или столкновения с коварной ловушкой, потерей чести... буквально. Попаданием в безвыходные ситуации и жесточайшей смертью, которую и врагу не пожелаешь. В темной вселенной страха и голода за каждым поворотом и каждой закрытой дверью любопытного исследователя ждет боль, безнадега, безумие и мучительная кончина. Проходя дилогию Fear and Hunger без гайдов, стоит трижды подумать, прежде чем решиться обшарить ранее недоступную часть карты. В лучшем случае опрометчивая вылазка закончится потерей расходников плюс инвалидностью, а в худшем откровенный гуру сцены и последующим геймовером со значительной потерей прогресса. Исследовать пускай и безлюдный мир Shadow of the Colossus любопытно в силу того, что в нем обитают огромные монстры. Во время прохождения меня не покидало чувство, что среди величественных скал и многовековых песков скрывается нечто неизведанное, загадочная локация, которую разработчики старательно прячут от меня. И на самом деле так оно и было. Дабы вступить на территорию секретного сада, придется пройти игру аж четыре раза, при этом попутно собирая особые фрукты, растущие на местных деревьях, что разбросаны по мировой карте. Природные лакомства нужны в первую очередь для прокачки выносливости протагониста. В противном случае задохлику не сдюжить подъем по отвесной стене, которая отгораживает вход в секретный сад. Четырежды пропылесосив здешнюю карту и дорвоты наевшись фруктов, герой таки проникнет за стены вожделенного сада, где и получит достойную награду за исследование. Куча деревьев с запретными плодами, поедание коиха дарит тебя ачивкой, плюс снизит HP бар, а также стамину протагониста. Любопытные варваре на базаре нос оторвали, а в секретном саду еще и здоровье подрезали. Новое испеченное детище студии Mindfish Atomic Heart подарило геймерам пленящий мир альтернативного советского прошлого. Утопическую вселенную, где Россия-матушка совершила беспрецедентный прорыв в робототехнике, и отныне являет собой всемирного поставщика высокотехнологичных помощников, вовчиков да рафиков. Исследовать научные лаборатории и иные причудливые комплексы, битком набитые бытом давно ушедших времен, невероятно залипательно. Однако, как только любитель сношать кондитерские изделия, он же главный герой, покинет уютные бункерные стены, перед ним предстанет псевдо-открытый мир, который предлагает куда большее пространство для тщательного ознакомления. Между тем, смею заверить, данный процесс приятным, а уж тем более комфортным, точно не будет. Ведь здешние просторы кишат враждебными роботами всех мастей. Сражения с ними мало того, что сулят непростительную трату полезных ресурсов, так еще и смысла не имеют, так как железяки по факту бессмертны. Убитых киборгов через пару минут восстановят роботы-ремотники, или же на голову ГГ скинут контейнер со свежей пачкой враждебно настроенных усатых консервных банок. Даже местное средство передвижения, красный батин-жигуль, ощущается как наказание, нежели как средство, призванное упростить прочесывание территорий, так как ведро с болтами взрывается после пары встреч с рандомными кустиками. Короче, шариться по атомным открытым пространствам неприятно, затратно в плане ресурсов, больно, уныло, и попросту смертельно опасно. Фанаты кинофраншизы Чужой были на седьмом небе от счастья, когда им предоставили возможность исследовать космическую станцию Севастополь, как две капли воды, похожую на корабль Настрома из оригинального фильма. К несчастью, блуждание и изучение потаенных уголков станции омрачалось частыми нападениями чрезвычайно умного ксеноморфа. На деле, чем дольше игрок бродил по Севастополю, тем больше предоставлял возможностей для нападения внеземной твари. Alien Isolation настойчиво подталкивает игрока к быстрому перемещению, так как подобная тактика усложняет задачу искусственному интеллекту чужого, вследствие чего ему сложнее адаптироваться к поведению протагониста. Тем не менее, игрокам так сильно хотелось рассмотреть каждый сантиметр космостанции, что энтузиастам пришлось выпустить мод, который позволяет исследовать территорию без опаски быть съеденным, кровожадным, зубастым монстром. Подводный мир выживача Сабноутика состоит из десятков различных биомов, каждый из которых таит в себе множество опасностей. Исследовать подводные пещеры это весьма опасная авантюра. Во-первых, жизнь протагониста перманентна в зоне риска по причине ограниченности кислородного запаса. Во-вторых, чем ниже игрок погружается в темные глубины, тем выше шанс столкновения с гигантскими монстрами-левиафанами, которые в лучшем случае не дадут исследовать территорию, а в худшем отправят героя на корм рыбам. И я уже молчу о враждебной местности по типу огненной зоны, где помимо плотоядных рыбин и нехватки воздуха, здоровью несчастного исследователя угрожает запредельно высокая температура. В общем и целом, комфортно и безнаказанно пылесосить дно морское дозволяется разве что на стартовых локах. Демонофобия это неофициальный, кривоскроенный квест, пестрящий неоправданной жестокостью и подробнейшими гуру-сценами с участием героини по имени Сакури. Сакури попадает в демонический мир, враждебность Коева сравнима разве что с ранее упомянутым Фиренхангер. Игрок, пребывая в шкуре анимешной тяночки, вынужден исследовать причудливые локации, дабы искать ключи и прочие предметы, продвигающие сюжет. А он тут, на удивление, есть. При этом, буквально каждый шаг или действие грозит Сакури невыносимо болезненной кончиной. Потом погуглишь версию без цензуры, больной ты ублюдок. По итогу, прочесывание здешних угодий сравнимо с хождением по минному полю с завязанными глазами. Никогда не угадаешь, то ли монстр тебя прикончит, то ли ловушка в неожиданном месте, а то и вовсе местный пирамид Хэт запытает. Без преувеличения прохождения демона фобии, это заправское испытание для самых хардкорных геймеров. Безжалостные миры, что рисует гений Миядзаки, не то что исследовать, в них и выжить то уже не простая задача. Абсолютно каждая вселенная, будь то Dark Souls, Elden Ring или Bloodborne, таит бесчисленное множество угроз, направленных на скорейшее умерщвление игрока. Помимо вездесущих противников, всеми способами осложняющих перемещение по миру, Миядзаки обожает снабжать свои игры токсичными локациями, будь то болото или озеро гнили, которые, как правило, отравляют героя в них угодившего. Большинство попыток прочесать рандомную пещеру, ущелье или крепость заканчиваются позорным возвращением на костер, и, конечно же, потерей драгоценных, условно говоря, очков прокачки. Алан Вейк игра линейная, но даже в ней дозволяется побегать по укрытым темной завесой локациям в поисках полезных и не очень ресурсов, необходимых для выживания писаки. И все же, идя по стрелочкам, что выхватывает из тьмы верный фонарь, нужно быть очень осторожным, ведь зачастую ящики с припасами таят в себе скрытую угрозу. Стоит игроку расслабиться и предаться репетативному сбору ресурсов, как на него нападут местные гопнички, тем самым лишив графомана части только что подобранных, а то и ранее имевшихся расходников. Skys of the Arcadia я указал лишь в качестве примера. На самом деле подойдет любая RPG старой школы, в которой наличествует ненавистная многим геймерам механика рандомных энкаунтеров. Поясняю для ньюфагов, в олдскульных gRPG враги, обитающие на локациях, были невидимыми, и обойти их не представлялось возможным от слова совсем. Обычно процесс исследования местности в подобных играх выглядел примерно так. Попадаешь на мировую карту или какую-нибудь местность, видишь полезный сундук или иной ништяк, сломя голову бежишь к нему и тут бац! Внезапно начинается сражение. И некоторые тайтлы немножечко перебарщивали с частотой появления пресловутых энкаунтеров. Порой доходило до смешного, закончив один бой, игрок делал два шага и тут же начинался следующий. Прочесывать местность с такой системой было настоящим наказанием. Кстати, в моей любимой Persona 2 Eternal Punishment есть предмет, уменьшающий периодичность появления врагов. Данный расходник очень выручал в процессе прохождения горящего музея неба, строго ограниченного по времени, ведь в режиме боя таймер продолжал свой неумолимый бег. Ну, коли я уже упомянул Persona, почему бы не развить эту тему? В более поздних версиях великой серии, а конкретно в 3-й, 4-й и шедевральной 5-й части, в отличие от прародителей, от рандомных энкаунтеров слава японскому геймдеву отказались. Однако, это не значит, что исследование красочных миров превратилось в приятную прогулку по парку. Совсем нет. Если слишком долго и скрупулезно прочесывать Тартарус в трешке, Мементос в пятерке или Телемир в четверке, можно нарваться на местного сурового стража, Рипера. От него можно и нужно убегать, иначе перебафанный жнец либо упокоит героев, либо значительно потрепает, забрав с собой множество расходников. Рипер это своеобразная охранная система, призванная усложнить исследование мира. Отстреливать беззащитных, пускай торпедирующих прекрасный лик протагониста птичек в высшей степени аморальный поступок. Такого мнения придерживается девушка Райдена Розмари. Почему мнение женщины должно волновать заправского Сигма геймера, спросишь-то у меня? Ну, как минимум потому что Розмари значится штатным психологом, в чьи обязанности входит не только контроль менталки главного героя, но и сохранение игры. Заставь Райдена Киборговича устроить отстрел пернатых серунов и гнев Роуз не заставит себя долго ждать. В процессе сочного газлайтинга барышня обзовет суженного монстром. Продолжи безнравственное поведение, ну, к примеру, посети женские туалеты или поприставай к Эмми и получи ощутимое наказание. Помимо тотального мозговыноса Роуз наотрез откажется сохранять прогресс. Стандартные пункты выбора сохранить игру или не сохранять сменяться на я не хочу сохранять игру и не сохранять. И теперь дабы засейвиться придется затерпеть все унижения, обидки и прочие женские выкрутасы, что само по себе суровое наказание. Терпим карлики, кто терпит, тот выживает. Множество игр не запрещает флиртовать с доступным ростером персонажей, не запрещают, но и не поощряют столь безнравственное поведение. Моя любимая Persona 5 Роял на поприще наказания ветреных геймеров превзошла всех конкурентов. Джокер, он же твой аватар, волен подкатывать яйца аж к 11-ти девушкам на любой вкус, цвет, характер и возраст. Тут тебе мелфагорничная и альтушка медик, и худенькая бледненькая не очень высокая нецелованная хикочка, и возрастная репортерша алкоголица. Короче, полный набор. Жаль, только за парнями тормоза, предайся порочной полигамии, флиртуя с каждой встречной девушкой, но не забывай, что заслуженное наказание рано или поздно настигнет тебя. В день святого Валентина абсолютно все любовные интересы Джокера соберутся в кафе Лебуан и от души отчитают бабника. Апогеем неиссякаемого желчного потока из упреков, оскорблений и колкостей станет массовое избиение парнишки. Получается ловушка Джокера, только наоборот. Ну что тут добавишь, нет существа страшнее, чем женщина, разоблачившая измену. Персонажи олдскульного файтинга Бушида Блэй 1997 года неуклонно следуют кодексу Бусидо, пропагандируя честь, достоинство, доблесть и уважение к сопернику. Тем не менее, в игре предусмотрена возможность жульничать и сражаться грязно. К примеру, ты волен бросить песок в ясные очи визави или же атаковать противника в момент приветствия. Подобное неспортивное поведение приведет к обязательному повтору матча. Ну а как-то хотел. Однако, в случае систематических нарушений самурайских постулатов, тебя настигнет суровая кара в виде принудительного окончания игры. К тому же, придется прочитать укоряющую надпись, характеризующую нечестного игрока как редиску и в целом нехорошего человека, которому не рады в данной игре. Это без преувеличения радикальный способ борьбы с нарушителями правил. Особенно неприятно, если игра прерывается посреди сюжетной кампании. Для протокола я со всей силы осуждаю насилие над животными, даже виртуальными, а в песиках души не чаю. Как правило, в большинстве сурвайвл-хорроров протагонисты выживают либо в гордом одиночестве, либо в сопровождении предательски бесполезного, а то и вовсе вредоносного спутника. В Хаунтинг Граунд хорроре, разработанном Кэпком в далеком 2005 году, компанию Фиони составляет белая швейцарская овчарка, он же хороший мальчик по кличке Хьюи. Верный пес чрезвычайно полезен. Он умеет искать спрятанные предметы, выполнять приказы, нападать на врагов и помогать в решении загадок. Что с лицом, Эшли? Однако обширный функционал песеля доступен только добрым игрокам, которые вовремя кормят, чухают за ушком и гладят строго по росту шорстки четвероногого друга. Если же поступать как последняя сволочь, бить животину, морить голодом, тогда случится следующее. Первое. Злую Фиону ожидает не самое простое прохождение, ведь Хьюи не станет содействовать садистке. И второе. Плохая концовка, во время которой Хьюи не придет на помощь обидчице, вследствие чего девушку схватят, запрут в стеклянном ящике, сведут с ума, обрюхатят и обяжут рожать отпрыска от главного злодея истории. Коли я заикнулся о четвертой резьбе и в целом о напарниках, самое время вспомнить старину Луиса. Луис Серра некогда работал на культистов, но вовремя соскочил, переметнувшись на сторону хороших парней. В ходе истории Луис всячески помогает Леньке в уничтожении местной мутировавшей живности, плюс обеспечивает защиту, будь она неладна, Эшли. К несчастью, Луис, как и всякий чистокровный испанец, крайне вспыльчив злопамятенным мстителем. Стрелять в напарника определенно не самый правильный с точки зрения морали и здравого смысла поступок. Вот и Луис так считает. Один выстрел он еще затерпит, а вот после второго достанет свой большой черный пистолет и познакомит обнаглевшая ебала Леонида с увесистой свинцовой маслиной. Кстати, в ремейке горячему испанцу подрезали коки, превратив в типичного терпилу. Сколько в него не стреляй, сколько не взрывай, никакой реакции не последует. Побубнит немного и на этом все. Сиквел Mass Effect предусматривает наказание для командиров аморалов, игнорирующих проблемы подчиненных и попросту посылающих окружающих на три буквы. Перманентный выбор недружелюбных и отступнических вариантов ответа во время общения с компаньонами в перспективе приведет как минимум к негативному отношению сопартийцев, а как максимум к гибели товарищей. Например, если намеренно игнорировать проблемы Миранды, разговаривать с ней пренебрежительно и холодно, а также не делиться полезной инфой, то барышня умрет во время миссии Приоритет Горизонт. И это далеко не единичный случай. Та с чем-то плохие отношения с боевыми товарищами доставят множество проблем. Залихватские приключения, уготованные госпожа Ларри Кроф в Том Райдер 2, в какой-то момент стенах Коева обитает множество монахов. Удари или выстрели в духовно просветленного служителя и получи моментальную карму. Миролюбивые послушники, как по команде, бросятся на защиту обиженного брата, а добиться от десятков разъяренных монахов, вооруженных копьями и палками, при всем желании не получится. Так что насилие в стенах священного монастыря ведет к неминуемой и не самой достойной смерти. Не только Джокеру уготовано наказание за чрезмерную любвеобильность. Старина Геральт из третьего Ведьмака не даст соврать. В ходе многочасовых похождений в перерывах между охотой на чудовище игрой в Гвинт Геральт волен предаваться плотским утехам со множеством женщин. Однако попытка замутить тройничок с Трис и Йеннифер самыми привлекательными чародейками франшизы приведет к неприятным в первую очередь для самого Ведьмака последствиям. Квест Танго втроем начинается с заманчивого предложения разделить бутылочку вина как с Йеннифер так и с Трис. Мужчина честной судьбы обязан выбрать с какой из двух красавиц провести ночь но игроку не скованному рамками морали обязательно захочется всего и сразу. Бесконтрольное желание приведут к забавной катсцене. Вместо вожделенного трения трех разгоряченных тел хорни охотника ожидает лишь унижения. Барышни от души порофлят над седовласом прикуют его к кровати и оставят куковать в одиночестве ровно до тех пор пока его не освободит Лютик который в свою очередь не упустит возможность поиздеваться над неудачливым товарищем. Некогда популярный интерактивный хоррор Until Dawn предусматривает возможность упокоения большинства действующих лиц. Тем не менее на жизнеспособность героев оказывает влияние не только лишь спонтанные решения игрока но и взаимоотношения участников истории ссориться с приятелями в момент смертельной опасности не лучшая идея так как их помощь может пригодиться в самый неожиданный момент в игре есть парочка героев Крис и Эшли отношения коих развиваются в зависимости от хотелок играющего от крепкой дружбы и влюбленности до взаимного презрения в шестой главе сладкую парочку пленяет маньяк местного разлива и заставляет Криса Роспотребнадзор либо себя либо ненаглядную Эшли в противном случае оба пленника отправится в небытие эмпатичная очередняра скорее всего попытается спасти девушку ведь это благородный поступок самопожертвование все дела а вот разумист моментально смекнет что потеря сына для матери самое страшное в жизни а огорчать маму последнее дело стало быть наставляем ствол на вумен она все равно 3д так что не жалко естественно все это оказывается дешевой постановой и никто сегодня не умрет так-то оно так да вот только Эшли не забудет твоего поступка и затает обиду а обиженная женщина страшнее пожара и в этом ты вскоре убедишься в конце восьмой главы обиженка спецом не впустит Криса в дом аккурат в тот момент когда по его душу пришли Вендиго мастер Чифа из серии Хейло это последний оплод чести доблести морали и патриотизма в прогнившем безнравственном мире невзирая на данный факт игрок вправе превратить Чифа ипостаси Хейло Комбат Эволт в безумного убийцу в первой же миссии после получения табельного пистолета поднимайся на мостик и пускай маслину промеж глаз капитана Джейкоба Каза приговорив начальника на глазах у подчиненных подпишет Чифу смертельный приговор не пройдет и минуты как за его головой явится отряд неубиваемых пехотинцев после встречи с которыми от легендарного спартанца останется лишь мокрое место начну сегодня с крайне дорогой моему сердцу серии игр персона персона это франшиза японских g-rpg которая своей анимешной стилистикой напрочь отпугивает всякое непосвященное быдло каждая часть данного тайтла проходится как минимум часов за 90 и казалось бы разве может столь продолжительная игрушка намерена торопить игрока оказывается может начиная с третьей игры серии если вы будете слишком долго находиться в одной и той же локации то вскоре по вашу душу придет самый настоящий жнец э.к.а. рипер данный товарищ выступает в роли охранника запретных областей и дабы с ним встретиться достаточно просто постоять без движения примерно 2-3 минуты посему вспоминаем классическое проходи не задерживайся и в темпе вальса покидаем насиженную локацию пока он вас в усмерть не задолбал игры серии соник изначально базируется на молниеносном геймплее и это неудивительно ведь синий ёж является чуть ли не синонимом слова скорость но кто бы мог подумать что столь милая франшиза кажется настолько нетерпимой так скажем к непредвиденным перекуром как вы знаете большинство игр про соника имеет назойливый таймер который психологически подгоняет игрока что на деле не критично но если вы задержитесь на одном экране достаточно продолжительное время и таймер успеет дойти до 10 минут то ёжика настигнет внезапные инфаркт я полагаю дальше больше в игре соник сиди протупив на одном месте каких-то жалких три минуты вы заметите что колючий угрюмо грозит вам пальчиком что-то мне это напоминает после чего сообщ незамедлительно совершит экстренный паунт в окно вывод не забывайте ставить игру на паузу когда отходите по нужде иначе благодаря смекалочке игроделов придется начинать весь уровень сначала king's quest это серия классических квестов от компании сиро entertainment я никогда не был фанатом квестов ибо они казались мне откровенно скучными плюс ко всему я частенько стопорился на загадках что закономерно приводило к забрасыванию игр в долгий пыльный ящик откуда они как правило не возвращались но не будем о грустном ведь у данной серии масса фанатов которые явно оценили трюк с появлением буги мэна в седьмой части king's quest если соник наказывал тормознутого игрока всегда и везде то сапж делает это более избирательно ведь буги мэн вылезает из самых недорада исключительно на локации кладбище да благодаря этому парню некоторые зазевавшиеся детишки тех лет обзавелись преждевременной сединой если я прямо сейчас попрошу вас назвать несколько врагов росомахи то скорее всего вы ответите ну саблезубы или там омега-ред но только истинный комиксовые задроты помнят такого персонажа как lcd это секту ну как кто киборг-бомба скрывающийся под личиной маленькой девочки создал ее злодей по имени дональд пирс дабы уничтожить росомаху так вот к чему я вам все это рассказываю в игре волверина дам антиум рейдж выходивший на snes и sega genesis стоит вам только почилить пару-тройку минут как откуда ни возьмись появится милашка lcd тотчас же сделает росомахи смертельные но зато бесплатные обнимашки но если вы играете на сеге то у вас перед глазами даже появится визуальный таймер знаменующая приближение взрывной девчонки и глядя на все это безобразие у меня возникает только один вопрос как он умер-то регенерация же и адамантивый скелет вот и циклоп смотрит на весь этот спектакль крайне осуждающе каждый фанат серии resident evil помнит пресловутого немесиса как назойливого преследователя буквально маскота третьей части и если в финале игры джил валентайм все-таки удалось упокоить вечно мутирующего здоровяка то в resident evil survivor 2 код вероника повторить подобный подвиг попросту не получится в игре есть таймер который по идее должен подстегивать игроков а тут их аж целых 2 побыстрее отстреливать нечисть искать нужные ключи сайгаком перебегать на следующую локацию но стоит вам немножечко зазеваться и проморгать судьбоносные циферки как из ближ стоящего гаража вырулить неубиваемый немесис ну не совсем убить его и правда нельзя а вот убежать на соседнюю локацию все же можно и на этом спасибо могли бы просто вежливо попросить поторопиться игра рэйв мастер спец алатак форс создана по мотивам аниме сериала рэйв мастер и я его честно говоря не смотрел данная игра является эксклюзивом для геймбой эдванс и представляет собой довольно необычную амальгацию файтинга для четырех игроков и платформера с довольно своеобразным ростером персонажей среди которых наличествуют слоупок в зеленой шляпе и плаще снеговичок на голубом тотеме в общем японский дизайн одним словом как вы понимаете местные бои имеют тенденцию к затянутости ведь благодаря элементу платформинга у игроков всегда есть место для маневра но не стоит увлекаться ведь стоит таймеру закончится как гром среди ясного неба появится вот эти вот странные ребята и запердят вас до смерти вот и я не понял может они были в аниме напишите если кто смотрел олды тут может кто из вас помнит детскую игрушку bubble bubble про маленького дракончика стреляющего изо рта мыльными пузырями сути очень проста есть комната в ней находится энное количество врагов ваша задача поймать их всех в пузыри и продвинуться в следующую локацию просто как дважды два визуального таймера ограничивающего ваши действия в игре нет но даже не думайте надолго задерживаться в одном и том же помещении иначе по вашу душу придет смертоносный кит призрак но на кита он так-то не особо похож но именно так его прозвали олдскульные игроки индиграс планки это экшен-адвенчура с элементами рогалика суть которой исходя из ее названия заключается в исследовании различных пещер поиски полезного добра в частности золото из спасения прекрасных барышень воли и случая угодивших в переплет и вроде бы игра всем своим видом и сутью располагает к долгому изучение одной и той же локации но нет если вас угораздит протупить на одном месте слишком уж долгое время минуты и так три то игра хладнокровно натравит на вас неубиваемого призрака которому плевать на преграды оружие и прочие уловки и все что остается в таком случае так это либо покинуть облюбованное духом помещение либо пасть его жертвой выбор за вами симпсон это пожалуй один из самых долгоиграющих мультипликационных проектов когда я был маленьким то смотрел их по зомбоящику с тех пор прошло немало лет но современные дети да и признаться не только они продолжают с упоением следить за перипетиями желтокожей семейки помню каким же кайфом было найти игру про любимых героев и ощутить себя в шкуре того же камера или барта но я отвлекся игра симпсонс аркейд поведает историю о смиттер си который похитил здоровенный бриллиант и мэгги славивший его ртом по своей сути данная игра представляет собой классический битэмап но прикол в том что если вы задержитесь в одной локации на продолжительное время то воздухе материализуется белая перчатка настырно подгоняющая вас но это только начало спустя еще пару минут у рукавички знатно так пригорит и она просто-напросто выпишет вашим альтер-эго смачный подсрачник самое забавное заключается в том что если на момент удара у вас осталось мало жизни то данный подлый прием может убить вашего персонажа его блин да вот такая вот несправедливость ох уж эти суровые олдскульные игры и напоследок упомяну еще один файтинг под названием power stone 2 power stone этого истинно уникальный файтинг и даже более того инновационный для своего времени во первых в него единовременно могут рубиться аж четыре игрока а во вторых во время боя можно использовать холодное огнестрельное оружие кидаться предметами окружения а также юзать различную технику по типу танков и примитивных катапульт и естественно в игре наличствует пресловутый таймер дабы бои не затягивались до скончания веков но если по истечению времени победитель не определиться естественным путем то игра недолго думая сбросит на голову всех уцелевших игроков метеоритный мать его дождь если вам посчастливилось пережить данную неприятность игра спустя 8 секунд повторить свой подлый трюк и так пока в живых не останется никого суровая игрушка не правда ли неоднозначная игра спуки с джамскер меншин было крайне популярно года так три назад в основном среди особо юных геймеров и конечно же великовозрастных летсплейщиков по понятным на то причинам кста я был среди них сто семьдесят восемь просмотров за четыре года меня явно ждало великое будущее в этом деле суть данной игрушки очень просто вы хрен знает кто хрен знает как оказавшийся в древнем готическом замке коим заведует няшное приведение по имени спуки соответственно вашей основной задачей становится поиск выхода для этого вам придется преодолеть тысячу комнат наполненных монстрами ловушками загадками и естественно скримерами первых 30 комнатах в общем ничего особо происходить а бля через каждые 50 помещений вам встретиться сейф зоны в которых можно перевести дух но даже не думайте отойти за чаем или не дай бог в туалет ведь четыре с половиной минуты простоя будут стоить вашему герою жизни кстати этого жуткого паренька зовут образец 9 и кей берущий и он на кую вертел эти ваши безопасные зоны поэтому настоятельно рекомендую вам не считать ворон и не ходить в туалет можно штаны супер герой известного как черный плащ знают абсолютно все дети девяностых годов в те далекие времена данный персонаж был на пике своей популярности и как любой коммерческий успешный медийный продукт подвергался дополнительной монетизации игрушки комиксы наклейки жвачки и конечно же видеоигры не остались стороне спорю вам всем знакомая игра dark wing duck 1992 года выпуска что выходило для консоли нес если вы забугорный буржуй или дэнди если вы отечественный нищеброд но помимо 8-битной платформы чп угораздило посетите 16-битную консось а конкретно turbo graphics 16 игра обладала приятной глазу графической оболочкой крайне всратым задумчивым управлением зная о наличии столь неприятного косяка разрабы не чурались добавлять свое детище кучу моментов когда вам придется совершать филигранно точные прыжки да что там точные главное быстрые ибо если вы слишком долго простоите на одном месте например выцеливая нужную платформу то спустя полминуты на пернатая темечка героического селезня прилетит тяжеленный сейф и желание немножечко передохнуть отпала как-то само собой инди игрушка starbound представляет собой бесконечную двухмерную песочницу с кучей процедурно генерируемых миров по мере прохождения вам придется выполнять различные задания по добыче ресурсов к примеру в одной из основных миссий вам надлежит найти р киева и топлива для того чтобы починить и заправить свой корабль но не все так просто как только вы начнете собирать искомое горючее за вами тут же увяжутся так называемые р киевые призраки фишка этих сложно произносимых созданий заключается в том что они не дают вам долго оставаться на одном месте и набивать свои виртуальные карманы чрезмерным количеством топлива ведь чем больше горючки вы соберете тем быстрее начнут двигаться фантомы данные твари проходят сквозь все преграды плюс ко всему обладает абсолютным бессмертием и способностью высасывать из вас жизненные силы буквально за секунды по всему вспоминаем совет умного человека ноги в руки и бегом на корабль пикман 2 это сиквел одноименной игры головоломки разработанной компании нинтендо и вышедший в свет 2004 году для консолей game cube так как эта игра от большой n то витиеватой сюжетной линии тут ждать не стоит зато увлекательного геймплея хоть жопы жуй играть нам предстоит за инопланетянина капитана улемара тот в поисках провизии для своих сородичей отправляется на незнакомую планету по прибытии его встретили местные жители милейшие малыши пикманы какая прелесть именно на их уникальных способностях и базируется здешний геймплей одни виды человечков летают другие дерутся и невосприимчивы к огню 3 хорошо плавают в общем вы поняли главное не тупите над преградами слишком долго иначе спустя 4 минуты за тупо за вашей задницей явится беспощадный водяной призрак здорово бандиты пришел он явно не для того чтобы договориться скорее чтобы уничтожить ваш альтер-эго за пару ударов посему сынки вот вам напутствие которое поможет победить в этой суровой игре думать быстро позитивно ленок не брать пошел ну раз уж я вспомнил малоизвестные творения большой n то почему бы мне не затронуть их флагманскую серию игра legend of zelda majora mask содержит в себе крайне интересный элемент а конкретно жутковатого вида луну от вида который можно непроизвольно пустить жидкого в ходе основной сюжетной линии антагонист игры по кличке скул кит при помощи маски маджоры направит луну на термину и с этого момента линку придется активнее шевелить своими героическими булочками дабы успеть обратить процесс чрезмерное же слоупочество будет караться игрой крайне жестоким образом а конкретно геймовером сопровождаемым красочной заставкой демонстрирующие разрушение мира и мучительную гибель самого линка ву нинтендо я не ожидал от вас подобной жести и снова играть нинтендо сегодня их на редкость много бомберман 64 вышла в далеком 1997 году для консоли нинтендо 64 кто бы мог подумать помимо сюжетного режима в ней наличствует мультиплеер цель которого просто как 5 копеек для победы нужно за отведенное время взорвать трех своих оппонентов или помереть самому тут как получится так или иначе в конце останется только один подрывник но еще в предыдущем выпуске мы усвоили что подобные соревновательные игрушки тех лет ой как не любит неторопливых игроков и бомберман 64 не стала исключением в игре есть несколько карт и каждая в случае вашего слоупочества будет карать по-своему где-то на ваша темечка будет сыпаться метеоритный дождь или неумолимо пребывать вода а порой даже стены будут сжиматься приближая мучительную смерть столь прелестных созданий а знаете что мне все больше нравится компания нинтендо мунулайтер это довольно необычный экшен rpg цель который заключается в исследовании подземелья в ночное время а при свете солнце игра магическим образом преображается в симулятор сидоровича тут вы продаете недавно найденное барахло по завышенным ценам и пускайте заработанные гривны на улучшение своего героя или города и кто вообще будет винить игрока за излишнюю нерасторопность в игре подобного типа ведь вам кровь из носу нужно обшарить каждый потаенный уголок и найти как можно больше ценного става но игра так не считает ведь стоит вам зазеваться как откуда ни возьмись появится склизко зады интриган призрак способны прикончить вашего персонажа с одного касания это возмутительно это несправедливо лучше и не скажешь к слову это бесформенная кучка соплей будет преследовать вас вплоть до того момента пока вы не перейдете на следующий уровень подземелья вот же ж настырный ублюдок сказал же тебе не буду я делиться что нашел то моё спорю на лайк под видео что мало кто из вас знает о существовании аркадной игры berserk так как вышла наш 1980 году интересно основающие тут и там хищные динозавры сильно осложнили процесс разработки игры но шутки в сторону протагонист игры зеленый человечек вооруженный лазерным оружием его основная цель выбраться из лабиринта попутно уничтожая агрессивно настроенных роботов звучит как сиквел к неравтомата так вот если слишком долго находиться в одной комнате то вскоре на экране появится злой от то выглядит он как небольшой желтый смайлик неотвратимо преследующий игрока и как гасит старая крипипаста стоит его увидеть в игре как спустя какое-то время он появится у вас дома и прикончит вас но не волнуйтесь все это выдумка или нет надеюсь вы успели поставить лайк я буду по вам скучать также хотелось бы упомянуть игру pokemon mystery dungeon которая очень любила пугать игроков и напротив ненавидела нерасторопных геймеров во время исследований различных подземелий замешкавшийся на одном месте игрок получал таинственное сообщение что-то приближается спустя пару мгновений она уже совсем близко после начинал подниматься мистический ветер и бац ваш протагонист отправлялся к про отцам жестоко не правда ли думается мне олдскульные игроки не то что на горшок боялись отойти они даже моргали через раз а то мало ли никто не хочет терять свой прогресс и напоследок навернем еще одну порцию отборной ретрятинки древнющая как ваш покорный слуга видеоигра из кламбер рассказывала игроку душесчипательную историю о двух эскимосах попу и нано у которых случилась страшная трагедия злобный кондор похитил их овощи веганы и не сдерживайте слезки и теперь вам самим предстоит стать овощем преследуя ваш целых 34 однообразных уровня попутно ломая лица различной живности при помощи увесистой киянки сюжет на уровне интерстеллар не больше и не меньше если же игрок оказывался слишком медлительным то за ним выезжал полярный медведь в розовых трусах и крутых солнцезащитных очках он конечно не дамажил персонажа но с завидной регулярностью сталкивал его с платформ и даже скидывал на близ стоящих врагов посему встреча с этим стильным ублюдком было крайне нежелательной скидывал на наше время